В конце мая на классном часе наша учительница Светлана Алексеевна спросила Ребята, кто из вас будет ходить в школьный лагерь в июне? Вы уже обсудили с родителями? Мне надо составить предварительные списки Несколько человек из класса подняли руки И я тоже поднял Мне не нравился этот дневной лагерь Он больше напоминал детский сад В лагере тоже нужно было спать в тихий час Да еще и на раскладушках прямо в классе В том самом классе, в котором мы весь год просидели за партами Я бы с удовольствием остался дома Но мама с папой никак не хотели, чтобы я болтался весь день один, пока они на работе Без присмотра я тебя не оставлю, сказала мама Или ты идешь в школьный лагерь, или едешь на дачу с бабушкой Выбирай Мама хитрила Она знала, что я ни за что не выберу бабушку То есть не саму бабушку, конечно, а ее дачу Эта дача находилась далеко за городом В скучном поселке, где почти не было детей И интернета Уже через неделю я начинал звонить и проситься домой Нет, дача точно отпадала Я не хотела умирать там со скуки целый месяц А в школьном лагере будут хотя бы одноклассники И мой лучший друг Костик Бойко Светлана Алексеевна велела держать руки поднятыми А сама стала записывать наши фамилии И вдруг я заметил, что Костик смотрит в окно Уперся подбородком в ладони И сидит себе, мечтает о чем-то А руку поднять забыл Костик, громко зашептал я Костик, подними руку А он даже ухом не ведет Так замечтался Да и сидим мы далеко друг от друга В разных концах класса Я заволновался Заснул он, что ли? Его же пропустят и не запишут вместе со мной Я пошарил в рюкзаке, нашел ластик И когда Светлана Алексеевна отвлеклась на минутку Запустил в Костика Но не попал Вернее, попал, только не в того, в кого надо Ластик неожиданно ударился о затылок Ксюши Цветковой Ай, взвизгнула она и схватилась за голову Цветкова, в чем дело? Повернулась Светлана Алексеевна Что ты так кричишь? Тебе так не терпится записаться в дневной лагерь? Светлана Алексеевна Меня ты так кинул железной точилкой Прохнула Ксюша Теперь шишка будет Ага, точилкой, как же Сказала бы уж сразу пеналом От малюсенького и стертого ластика у нее шишка будет Ох, и любит девчонки выдумывать и жаловаться Тем более я же не нарочно Откуда мне было знать, что в полете мой ластик Неожиданно встретится с Ксюшиной бестолковой головой? Это Василькин кинул Воскликнула моя соседка по парте Лиза Комарова Тычем меня пальцем Я видела Я не специально Объяснил я, поднимаясь с места Я не хотел в нее попасть Это случайно получилось Тогда что нужно сделать? Спросила Светлана Алексеевна Извиниться С готовностью выкрикнула Комарова В четвертом классе точно от тебя пересяду Сердито прошипел я в ответ Мне из-за тебя чуть оценку за поведение не снизили Сказал я Костику по дороге домой Еще извиняться пришлось Почему из-за меня? Я что ли заставлял тебя точилками кидаться? Не точилками, а ластиком Я между прочим в тебя кидал, а не в Цветкову В меня? Зачем? А чего ты руку не поднимал на дневной лагерь? Когда записываться собираешься? Димыч, понимаешь? В общем, я не буду записываться Как это? Почему? Просто я в лагерь уезжаю Настоящий, за городом На целый месяц Мне папа путевку купил Я остановился Вот так новости Костик уедет в настоящий лагерь Будет жить там целый месяц А как же я? Буду торчать в школе, да еще и без него? У меня даже язык отнялся Я молча уставился на Костика Да я и не хотел ехать, это все папа Говорит, нечего в городе пыль глотать И целыми днями в компьютер пелиться Говорит, поживешь на природе На свежем воздухе В большом коллективе Пора, мол, становиться самостоятельным Костик даже в глаза мне не смотрел Все время косил в сторону Но я и без этого видел, что он врет Что на самом деле он хочет поехать В настоящий летний лагерь И очень рад, что едет Когда ты уезжаешь? В начале июня Почти сразу, как каникулы начнутся Как называется твой лагерь? Я не помню Наэс как-то А далеко от города? Далеко, целый час ехать Нас на автобусах повезут большой колонной А, вспомнил Он где-то возле деревни Березка Я наскоро попрощался с ним И побежал домой К счастью, папа был дома На обеде А то до вечера я точно не дотерпел бы Я бросился к нему Папа, купи мне путевку в лагерь А что, в лагерь уже путевки надо покупать? На собрании сказали Достаточно написать заявление Да не в школьный Я хочу в настоящий лагерь В летний Вместе с Костиком Я принялся рассказывать папе все Что узнал о лагере от моего друга И для убедительности добавил Костиковы слова Что нечего мне глотать городскую пыль Или пелятся в компьютер целыми днями И что мне пора остановиться самостоятельным Папа выглядел озадаченным Он поморщил лоб Почесал затылок И сказал, что такие вопросы надо решать вместе с мамой И снова ушел на работу Я еле вечера дождался Когда родители вернулись Поужинали И сели обсуждать мою неожиданную идею Тебе не понравится Там четкий распорядок дня Все надо делать по расписанию Вставать, ездить, играть, гулять Делать то, что делают все И есть то, что дают А не то, что тебе хочется Ты к такому не привык Ой, подумаешь Я в школе тоже живу по расписанию И ничего И ем в столовой вместе со всеми Нет, Дима Слишком рано Ты не сможешь сам о себе позаботиться Смогу Я все умею Только почему ты ничего не делаешь Комнату свою уже неделю убрать не можешь Такой бардак Давай я сейчас пойду уберу Ну, Танюш Мы с тобой вообще тоже в детстве из лагерей не вылезали Подал голос папа Я бывал даже на две смены оставался Но не после третьего класса Почему? Я как раз после третьего в первый раз поехал Мы были другие Самостоятельные И вполне могли обходиться без родителей А Дима без нас и двух дней не проживет Проживу, вот увидите Да? А что ж ты с дачи постоянно просишься домой? Не успеешь уехать, сразу звонишь Так на даче делать нечего А в лагере весело будет Дима, пойми Лагерь это совершенно другая жизнь Это вообще другой мир А если он тебе не подойдет? А вдруг подойдет? Как я это узнаю, если вы меня не отпускаете? Да ладно, пусть едет Не на краю же земли этот лагерь Всего лишь за городом Ура! Какой молодец мой папа Всегда меня понимает Ну не знаю, чем все это закончится Хотя нет, знаю Дима растеряет все свои вещи Будет ходить грязный и голодный А через неделю мы заберем его домой Отмывать и откармливать А я уверен в нашем сыне Он станет самостоятельным Научится стирать носки Заведет кучу друзей И приедет домой веселым, здоровым, загорелым Ну-ну, посмотрим Дим, ты узнал у своего друга, как называется лагерь? Нет, пап, не узнал Понимаешь, я хочу сделать ему сюрприз Сюрприз? Ага, пусть он думает, что едет один А в день отъезда я спрячусь в автобусе Он войдет, а я такой выскакиваю навстречу Сюрприз! Правда здорово? Как же мы найдем твой лагерь без названия? Очень просто Он находится возле деревни Березка И начинается на букву С Пап, ты можешь поискать по интернету? Наверное, не Березка, а Березовка И не деревня, а село Очень большое в Березовском районе Не надо ничего искать по интернету Я этот лагерь знаю Называется он Салют Я там все детство провел Но в Березовском районе вроде бы два летних лагеря Я всегда ездила в рассвет А Салют был через забор, мы туда в бассейн ходили Да, точно, к нам приходили отряды из рассвета Только я не знал, что там была ты Я тебя тоже не видела Но рассвет на букву Р Значит, Костик едет в Салют Хороший лагерь Домики кирпичные, а не деревянные Как в рассвете Есть бассейн, большой клуб с кинозалом А в рассвете только открытые эстрады с деревянными скамейками Ой, да ладно тебе Рассвет отличный лагерь Нисколько не хуже вашего Салюта Там такой огромный спортивный комплекс А воздух какой Если хочешь знать, когда его строили Старались как можно меньше вырубать деревьев Там живешь будто в настоящем лесу Родители продолжали спорить И нахваливать каждый свой лагерь А я пошел к себе И принялся аккуратно складывать разбросанные вещи Пусть мама убедится, что я давно уже взрослый и самостоятельный И меня можно отпускать куда угодно Через два дня папа принес путевку в лагерь Большую красивую открытку с изображением Аккуратных кирпичных домиков среди деревьев Наверху размещалась яркая надпись Детский оздоровительный лагерь Салют Я сходил с мамой в поликлинику Взял медицинскую справку, что здоров Мне купили рюкзак и мягкий чемодан на колесиках А еще у меня появились Новая летняя одежда Солнечные очки Спрей от комаров И даже наручные часы Конечно, время можно было узнать и в телефоне Но папа сказал, что трубки у нас могут забрать Чтобы мы их не растеряли за смену Подготовка к лагерю шла полным ходом И мне все тяжелее остановилось молчать Ведь я видел Костика каждый день В школе и на улице И с трудом удерживался, чтобы не проговориться Меня просто распирало изнутри Так хотелось рассказать, что мы едем в лагерь вместе Но тогда не получился бы мой потрясающий сюрприз И я терпеливо ждал назначенного дня Начались летние каникулы До отъезда в лагерь оставалось меньше недели Как-то вечером мы сидели у Костика дома И играли в компьютер Одна игра нам надоела Я встал коленом на стол И стал убирать диск на верхней полке И вдруг заметил торчащую среди книг Красочную открытку с лесом и домиками Такую же, как у меня Я взял путевку в руки, чтобы рассмотреть получше И у меня потемнело в глазах Детский оздоровительный лагерь Рассвет Рассвет? Как рассвет? Почему? Костик? Димыч, ты чего? Ты в какой лагерь едешь? Как он называется? Да не помню я Ты же мне сам говорил Начинается на С А, да, на С Салют? Может и салют Да, точно, салют А может рассвет? Я рассерженно сунул ему путевку под нос Он засмеялся У меня просто руки опустились Я слез со стола и расстроенно сказал Костик, ты не представляешь, что ты наделал Ты все испортил Я рассказал ему, как ловко и находчиво провел расследование Нашел нужный лагерь И даже уговорил родителей отпустить меня туда Если б не твоя дырявая голова, мы поехали бы вместе Как можно было перепутать? Салют и рассвет, это же совсем разные слова Отчего ты молчал? Сказал бы сразу, что тоже хочешь поехать Я бы тогда точное название узнал Но я же тебе сюрприз хотел сделать, чтобы ты обрадовался Я бы и так обрадовался Но сюрприз, он неожиданный Это в два раза больше радости Или даже в три Представляешь? Приходишь ты, грустный, утром к автобусу А там я Привет, а я с тобой еду Разве не классно? Классно, вот и будем теперь в разных лагерях Ты когда уезжаешь? Седьмого июня А ты, а я пятого Мы еще немного посидели, но играть расхотелось Совсем не было настроения Потом я пошел домой, поужинал и лег спать Только уснуть никак не мог Все лежал и думал о нас с Костиком Думал, думал и вдруг придумал Я вскочил с постели и помчался в спальню родителей Папа! Чего? Негромко отозвался папа из-за компьютера Пап, а мою путевку можно обменять? В каком смысле обменять? В том смысле, что Костик, оказывается, едет не в салют, а в рассвет Да? Рассвет разве на букву С? У Костика, да Забавно И теперь ты хочешь ехать в рассвет Ну, конечно А то мы с ним окажемся в разных лагерях Он там, а я здесь Ну, ничего страшного Лагеря-то совсем рядом Будете назначать встречу у забора Ходить друг к другу в гости Пап, перестань Я серьезно Обменяй путевку, а? Я очень тебя прошу Дим, ты думаешь, это так просто? Обменять не получится Придется одну сдать, другую купить Это быстро не делается Тем более всего пять дней до заезда осталось Три Почему три? Потому что в рассвете заезд пятого, а не седьмого Тогда шансов еще меньше Папа, ну пожалуйста, хотя бы попробуй Попробую Только ты не очень надейся А я все равно надеялся Надеялся и ждал Костику я ничего не говорил Чтобы лишний раз его не расстраивать Если вдруг у папы ничего не выйдет Но я так хотел, чтобы вышло Но не могли мы с Костиком поехать в разные лагеря Это было бы слишком несправедливо И ужасно обидно Четвертого вечера Папа пришел с работы И торжественно вручил мне путевку с надписью Детский оздоровительный лагерь Рассвет Ох, Дима, ну и задачу ты мне задал Я еле справился Ты понимаешь теперь, что в серьезных делах Никаких сюрпризов быть не может? Ага, понимаю Я скакал и кружился по комнате У нас получилось Мы едем в лагерь с Костиком Вместе, ура! Я хотел тут же позвонить Костику И обрадовать его Но потом подумал, что осталось потерпеть всего одну ночь Завтра утром мы увидимся на сборном пункте Вот он удивится Сюрприз! В лагерь меня провожала мамина двоюродная сестра Наташа Потому что мама заранее отпросилась на седьмое число И пятого ее не отпустили Мы пришли на сборный пункт Отыскали столик с табличкой Девять-десять лет И записались в седьмой отряд Я крутил головой по сторонам Отыскивая глазами Костика Но его нигде не было Никого из его родных я тоже не заметил Ну и где твой друг? Спросила Наташа, оглядываясь Проспал, что ли? Не знаю Не должен был проспать Ну ничего Наверное, его прямо в лагерь на машине привезут Только нужно позвонить ему и сообщить В каком-то отряде Ему уже есть десять лет? Да, есть Еще зимой исполнилось, как и мне Тогда его могут и в шестой отряд записать Видишь, у них табличка Десять-одиннадцать лет Значит, много детей вашего возраста Раз их по двум отрядам раскидывают Наташа последний год училась в педагогическом институте И много раз ездила в лагерь вожатой Поэтому все знала Сейчас позвоню Я вообще-то сюрприз собирался сделать Но раз он такой Соня, лучше предупредить Еще не хватало в разные отряды попасть Я достал телефон и стал набирать номер Костика А Наташа тем временем приклеила на чемодан полоску бумажного скотча И вывела на нем маркером Василь Кинде Седьмой отряд Костик ответил не сразу Пришлось звонить дважды Димыч, ты чего так рано трезвонишь? Ты еще спишь? Ничего себе рано! Мы уже в автобус садимся В какой автобус? В какой-в какой? В лагерный? Как в лагерный? Обыкновенно! Папа мою путевку обменял И мы вместе едем в твой рассвет Сюрприз! В трубке долго молчали Я даже подумал, что пропала связь И закричал Алло, алло! Костик, ты где? Димыч, А я Еду в салют Послезавтра Мой папа тоже путевку обменял Я его еле упросил Хотел тебе сюрприз сделать Словно во сне я поднялся в автобус Вместе со своим отрядом И сел у окна Наташа помахала мне рукой Но у меня даже не было сил ответить Рыжий мальчишка с большим походным рюкзаком Остановился возле меня И спросил Место свободное? Я вяло кивнул Меня Макар зовут, а тебя? Молчишь? Ну ладно, не хочешь, не говори Все равно узнаю Мы же в одном отряде Ты уже был в рассвете, нет? Я в пятый раз еду Две смены после первого класса Две смены после второго А теперь вот после третьего Я весь лагерь наизусть знаю Закрытыми глазами могу обойти Хочешь скажу, что в рассвете самое классное? Нет А, понимаем Сюрпризы любишь? Обожаю Перед моим отъездом Мама с папой поспорили Сколько дней я смогу провести в лагере Тебе надоест на третий день На пятый ты начнешь названивать И проситься домой А через неделю придется забрать А я думаю, что до родительского дня Он точно продержится А я был уверен Что проживу в лагере полную смену Все три недели Не угадал никто Я захотел домой сразу Как только вышел из автобуса Перед лагерными воротами Да я, честно говоря И выходить-то не хотел Даже подумал А не спрятаться ли мне за сидением? Может водитель не заметит И отвезет меня обратно в город? А что мне делать здесь без Костика? Все вокруг чужое и неуютное Ни одного знакомого лица Настроение у меня было хуже некуда Ни с кем не хотелось разговаривать Я держался в сторонке И думал только о том Как позвонить родителям Чтобы они меня забрали Лучше в школьный лагерь ходить Или даже к бабушке на дачу поехать Чем здесь оставаться Наши вожатые Две девушки в белых бейсболках С надписью «Рассвет» И оранжевых галстуках на шее Повели нас в корпус Сначала они долго строили всех парами И командовали Но вокруг стоял такой шум Что их никто не слышал Наконец одна просто пошла вперед А мы толпой двинулись за ней Весь отряд брел разрозненными кучками А я вообще плелся позади всех Рыжий Макар пытался со мной разговаривать Но потом перебежал вперед К другим ребятам Мы шли по асфальтовой дорожке Между огромными дубами и соснами Вокруг было очень зелено Как в настоящем лесу И пахло здорово Деревенской баней И нагретой смолой Наверняка мне бы здесь понравилось Если бы Костик не влез со своим дурацким сюрпризом Мы остановились у деревянного одноэтажного корпуса С длинной крытой верандой Нам объяснили Что сейчас всех расселят по палатам В первые две мальчиков В две остальные девочек Три девчонки тут же сцепились руками И запрыгали перед вожатой А можно нас в одну палату? Мы подружки Мы все вместе приехали Двое мальчишек тоже закричали И нас, и нас вместе Мы вообще братья Остальные разом загалдели И стали наперебой просить Поселить их с друзьями из класса Со двора, из секции Я отвернулся Даже уши хотел заткнуть Чтобы не слышать их Мне незачем было прыгать И упрашивать вожатую Мой друг со мной не приехал Наконец, нас распределили по палатам И я попал во вторую С Макаром и тремя незнакомыми ребятами Шестая кровать осталась незанятой Вожатая сказала Возможно, к вам кого-то переселят Из другого отряда Если у них окажется лишний мальчик А я подумал Что они запросто могут переселять сюда Даже двух лишних мальчиков Потому что моя кровать Освободится уже сегодня Я здесь до вечера Ни за что не останусь Я уже готов был звонить папе Но у меня никак не получалось Мы постоянно что-то делали Куда-то ходили И я никак не мог остаться один Нам велели достать из чемоданов Самое необходимое Что может понадобиться в ближайшее время И разложить по тумбочкам А чемоданы с оставшимися вещами Мы отнесли в хранилище Где они должны были находиться До конца смены Вот тут-то и пригодилась Наташина наклейка Василькин Д. 7-й отряд А у кого ее не оказалось Тем выдали ручки, листочки И номер отряда Чтобы потом легко было Отыскать свой багаж Затем нас водили по территории И знакомили с лагерем Показали душевые Столовую Стадион Летнюю эстраду Главный корпус Под названием штаб Вся территория лагеря Была обнесена Высокой оградой И железных прутьев Выкрашенных в зеленый цвет Вся, кроме одной стороны Там, где рассвет Граничил с салютом Стоял забор Собранный из металлических листов Через эту сплошную стену Соседний лагерь Не просматривался Перед обедом Я тоже не смог позвонить Нас посадили в беседку Возле корпуса И стали объяснять правила И распорядок лагеря А телефоны собрали И заперли в железный ящик В комнате вожатых Телефоны вам здесь ни к чему Объяснила вожатая Алиса Вам будет некогда Ими пользоваться Наш девиз Отдых реальный А не виртуальный Добавила вожатая Вероника Вы же сюда приехали отдыхать Так отдыхайте без телефонов Обе они, наверное, учились в институте Как Наташа Вероника даже была на нее Немного похожа Такая же строгая А вот Алиса все время улыбалась И напоминала веселую старшеклассницу И как я буду звонить домой? Обиженно спросила девчонка С длинной косой за спиной Или мне мама позвонит А я не отвечу Да она с ума сойдет Юля, не беспокойся Сказала Вероника У ваших родителей есть наши номера И мой, и Алисы Если надо, они свяжутся с вами через нас А если вы сами захотите позвонить Просто попросите И мы отдадим ваш телефон Поговорите и вернете Улыбнулась Алиса Связь в лагере не очень хорошая Бывают сбои Лучше всего звонить у штаба Или на стадионе Последний вопрос на сегодня Объявила Вероника Нам нужно придумать название отряда У кого-нибудь есть идеи? Макар тут же выкрикнул Галактика! Что это за название? Ерунда какая-то Сморщилась бойкая черноглазая девчонка С короткими волосами Я еще не видел, чтобы у девчонки Не было ни хвостиков, ни косичек на голове Ее волосы, густые и пышные Доходили только до шеи Почему это ерунда? Сказал Макар Но не нравится галактика Давайте космос Или планета Нет Давайте лучше дружба Предложила светленькая подружка Той черноглазый Или улыбка Или радуга Фу, нет, никогда Закричали сразу несколько мальчишек Все наперебой начали выкрикивать разные названия Каждый старался придумать что-то посмешнее Лесные шишки Дикари Сердетые птички Пираты Крутышки Поднялся страшный шум И Вероника несколько раз громко хлопнула в ладоши Когда все утихли, она сказала Мы хотим облегчить вам задачу И у нас есть небольшой сюрприз При этих словах меня передернуло Мы приглашаем вас поучаствовать в квесте Весело подхватила Лиса Нужно выполнить несколько заданий И собрать все спрятанные буквы А уже из них вы сможете составить название отряда Давайте разделимся на четыре команды Прямо по палатам И посмотрим, кто найдет больше букв А где они спрятаны, эти ваши буквы? Спросил долговязый мальчик из палаты Василькина Где их искать? По всему лагерю Первую подсказку вы получите после тихого часа Будьте внимательны Не пропустите Предупредила Лиса А сейчас строимся у корпуса И идем в столовую Обед неожиданно оказался вкусным Я съел его полностью И гороховый суп И пюре с котлетой А компота мне досталось даже два стакана Мой сосед по столу сказал, что не любит абрикосовый компот И отдал свою порцию мне Я так наелся, что едва мог дышать А мой живот раздулся, как барабан Мама была бы очень довольна моим зверским аппетитом Она всем знакомым жалуется, что я ем, как полудохлый куренок Мы вернулись в корпус и разошлись по палатам Начался тихий час Нам заглянула Вероника Торопливо сказала, чтобы мы расстилали кровати и ложились И моментально исчезла Я даже не успел спросить про телефон Но, честно говоря, я ее слегка побаивался Лучше ж подождать до конца тихого часа А потом обратиться к Алисе Все равно до вечера никто не сможет увезти меня отсюда Не успели мы лечь, как вошла Алиса и принялась оглядывать палату Мальчики, кого не хватает? Почему эти кровати пустые? К нам еще никого не подселили, сказал долговязый Его звали Кирилл У вас одна кровать была пустая, а сейчас две Мы переглянулись Нас действительно было только четверо На пятой кровати комом валялись одеяло и какие-то вещи А шестая оставалась аккуратно заправленной А, так это Макара нет Какого еще Макара? У нас в отряде нет никакого Макара Алиса убежала Через открытую дверь было слышно, как она пересчитывает мальчиков в первой палате Басов Данил Ага, здесь Киселевы Ваня и Леша где? А, вот вижу Игорь Морозов Как это нет Макара? Спросил сосед, который отдал Василькину свой компот Он же с утра с нами И в нашем автобусе ехал Рыжий такой, да? Остальные кивнули Мы еще путались, как кого зовут И не выучили свой отряд в лицо Но неугомонного Макара знали уже все Как вожатая могла его не запомнить? Вдруг он и правда не наш? Спросил Кирилл Может он перепутал отряды? А сейчас разобрался и ушел к своим Тогда зачем вожатая его ищет? Если бы все были на месте, она бы не искала Так она и не его вовсе ищет Подал голос косматый мальчишка Просто увидела, что люди с кроватями не совпадают Вот и забегала Тут вновь влетела Алиса со списком Дима Василькин, кто это? Я откликнулся и поднял руку, как в школе Хорошо Артем Нечаев где? Здесь, отозвался косматый Кирилл Шустрых Я Артем захихикал У тебя что, правда такая фамилия Шустрых? Ничего смешного, грызнул с Киева Фамилия как фамилия Саша Радич Не Саша, а Санек Вскинул руку сосед, чей компот выпил Василькин Ну вот, не хватает Захара, он был пятым Что вы мне голову морочите? У нас никакого Захара вообще не было С нами только Макар был Ну что, выяснили, кого потеряли? Заглянула в дверь Вероника Захара Макарова, ответила ей Алиса А, Макаров, вспомнила Вероника Это рыжий такой, балабол У которого рот не закрывается ни на секунду Да нет, рыжий это Макар, воскликнул Артем Может быть он Макар Захаров? А его по ошибке записали Захар Макаров Так, стоп, никакой ошибки нет Отрезала Вероника Я утром его лично записывала И говорила с его мамой Его зовут Захар, фамилия Макаров Где он гуляет? Кто его видел? Мы переглянулись и пожали плечами Просто супер Отлично смена начинается Фыркнула Вероника и вышла Встревоженная Алиса поспешила следом В тихий час мы, конечно, не спали Все думали Куда мог подеваться наш пятый сосед Макар Захаров То есть Захар Макаров, как выяснилось Мы сидели в постелях И разговаривали в полголоса Чтобы не привлекать внимание вожатых Он, наверное, заблудился, сказал Кирилл У лагеря территория вон какая большая Отстал от отряда, пошел в другую сторону Бродит теперь и не знает, где наш корпус Не мог он заблудиться Он в этом лагере уже пятый раз Точно в пятый, согласился Санек Он хвастался, что каждый уголок здесь знает А может, он просто домой сбежал, предположил Артем Глупости Для чего приезжать в лагерь, если сразу отсюда сбегать? Пожал плечами Кирилл Тут я решил, что когда буду звонить папе Отойду подальше от отряда И особенно от этих троих Чтобы они не слышали, как я прошусь домой в первый же день Пацаны, а если Макара похитили? С загоревшимися глазами проговорил Санек Артем засмеялся Да кому он нужен? Бедные похитители Поддержал его Кирилл Он их быстро утомит Вот увидите, они скоро подбросят его обратно После тихого часа вернется Но Макар не вернулся Ни после тихого часа, ни после полдника Вожатые искали его по другим отрядам И бегали по всей территории лагеря Мне никак не удавалось поймать их И попросить свой телефон Мы вчетвером сидели на перилах веранды Доедали булочки с полдника И смотрели, как остальные бродят вокруг корпуса И ищут спрятанные буквы Девчонки вдруг завизжали от радости Они нашли в беседке под скамейкой первое задание И на перегонки понеслись к шестому корпусу Санек вдруг спрыгнул с перил Ребята, я все понял Вожатые обещали сюрприз? Говорили, будьте внимательны, не пропустите подсказку Мы сгрудились вокруг него Ну, и что дальше? Так вот, Макар никуда не пропадал Его специально спрятали В этом и заключается игра Кто первый его найдет, тот и выиграл А буквы как же? Буквы просто так, для отвода глаз А настоящий квест, это Макар Для самых внимательных Да не, не может быть, засомневался Кирилл Вон вожатые, какие испуганные бегают Если все это игра, чего им беспокоиться? Так это специально, чтобы мы не догадались Убежденно проговорил Санек Чтобы думали, что Макар и правда пропал Они все знаешь, какие артисты? Да, точно, кивнул Артем Я прошлым летом был в лагере, в другом не в этом Так наш вожатый рассказывал нам, как своими глазами Видел настоящее привидение Серьезно рассказывал И лицо такое испуганное было Даже голос дрожал Мы потом вообще боялись в темноте из палаты выходить А в конце смены он признался, что все выдумал Они хитрые, согласился я, вспомнить Наташу Их специально в институтах учат, как детей дурачить Ну вот Санек радостно потер ладони Пусть все бегают за буквами, а мы будем искать Макара И найдем Как мы его найдем, если вообще не знаем, где искать? Спросил Кирилл Лагерь огромный, значит должны быть подсказки, как в любой игре Нужно только внимательно посмотреть, сказал Санек и стал оглядываться И мы тоже стали оглядываться, но ничего подозрительного вокруг себя не увидели Мимо корпуса пробежала Вероника Чем занимаетесь, спросила она на ходу Ищем, ответил Артем Ищите, ищите Видите, как она это сказала, сказал Санек С намеком Ищите, ищите И подмигнула И вовсе не с намеком, заметил Кирилл Она про буквы сказала, ищите Ничего она не подмигивала Подмигивала, я видел, она точно знает, где Макар Все стали кричать и спорить, подмигивала Вероника или нет Потом Артем спросил Ну и куда его могли спрятать? Да куда угодно Сидит себе где-нибудь в укромном местечке, булочки трескает Отозвался Санек Он, кстати, говорил, что на кухне знакомые повара работают Те же, что и в прошлом году, вспомнил Артем Мы слетели с веранды и наперегонки понеслись к столовой Но нас туда даже не пустили Вышел сердитый дядька в белом фартуке И запретил нам приближаться к столовой до ужина Мы пытались объяснить ему про квест Но он нас и слушать не стал Нет, пацаны, Макар здесь нет Подытожил Кирилл Если б был, нам бы его отдали по правилам игры Давайте дальше думать О чем он еще говорил Артем почесал затылок Эх ты, он столько наговорил, что не вспомнишь Так он поэтому и говорил много, чтобы нам подсказку дать Воскликнул Санек Вспоминаете? Про душевые говорил Они шалаш строили за душевыми у забора Он там, в шалаше Вскрикнул Санек Так шалаш в прошлом году был Ну и что? Может он и в этом году остался? Есть только один способ проверить, сказал Артем И мы побежали в другой конец лагеря к душевым Там не оказалось ни шалаша, ни Макара Его не было так же в радиорубке У огромного раскидистого дуба За сценой летней эстрады Мы обыскали все места, о которых он успел нам наболтать И никого не нашли Рызкая по лагерю, мы постоянно сталкивались с ребятами из нашего отряда В руках у них были карточки с буквами Девчонки из третьей палаты бегали с радостными лицами Похоже, они выигрывали Не, неправильно все это Заметил Кирилл, когда мы вновь оказались возле нашего корпуса Мы не те подсказки ищем Как не те? А какие надо? Макар должен был оставить что-то такое, чтобы мы это увидели и догадались Так мы уже искали, ничего он не оставлял Ну, значит, не там искали Мы задумались, где Макар мог оставить подсказку для нас? Знаю, в палате, вдруг закричал Санек Его постель Он же не собирался ложиться Зачем тогда постель расстелил? Мы вбежали в палату и принялись ворошить постель Макара Под кучей разных футболок, шорт и носков Обнаружились тетрадка, фломастеры и наушники Санек взял наушники, задумчиво покрутил в руках Зачем ему наушники, если мы сдали телефоны? Он говорил, что у него есть планшет Планшет? Насторожился Санек Ну да, он сказал, что никогда не спит в тихий час Поэтому взял старый папин планшет, который не жалко, чтобы играть и читать И где он, этот планшет? Мы проверили Макарова пустую тумбочку, снова перетрясли кровать и нашли планшет под подушкой Давайте включим, предложил Кирилл Может, подсказка там? Экран засветился, показал разряженную батарею и мгновенно погас Артем насмешливо сказал Тоже мне подсказка, не работающий планшет Вот именно, воскликнул Санек Это как раз ключ к разгадке Смотрите, есть наушники, есть планшет с разряженной батареей Чего не хватает? Чего? Зарядки Как Макар собирался играть на планшете без зарядки? Не взять в лагерь он ее не мог Но мы тут все перерыли, ее нигде нет И что? А то, раз ее нет в палате, значит она где? Где? В чемодане Нет у него чемодана, он с рюкзаком приехал Ну, значит в рюкзаке? При чем тут зарядка? Спросил Артем Да как вы не понимаете? Загорячился Санек и стал загибать пальцы Смотрите, сколько подсказок Планшет, это раз Разобранная постель, это два Наушники, три И что? А вот что! Макар разыграл для всех целое представление Он типа собирался поиграть в планшет, но увидел, что он не заряжен Поискал зарядку Санек указал рукой на разбросанные по постели вещи И понял, что оставил ее в чемодане То есть в рюкзаке И он пошел за ней куда? В хранилище? Куда мы сегодня относили чемоданы? Молодец! Санек хлопнул Василькиным по плечу Ну, конечно, в хранилище Значит, он ждет нас там А как он туда попал? Спросил Кирилл Вожатые при нас заперли дверь на замок Эх ты! Санек насмешливо посмотрел на него Они сами его туда и посадили Так он что, так долго в чемоданном хранилище сидит? Недоверчиво проговорил Артем С самого обеда? Ну и шуточки у вожатых Да просто им отряд бестолковый попался Так долго догадаться не могли Но тут за дело взялись опытные следопыты И распутали головоломку Торжественно провозгласил Санек Мы выскочили из палаты И понеслись к дальним домикам Где жили все работники лагеря Неподалеку располагалось красное кирпичное здание С узкими окнами под самой крышей Это и было хранилище чемоданов Макар! Закричали они, стучаясь в запертую дверь Ты здесь? Макар, выходи! И за дверью вдруг раздался отчаянный крик Пацаны, это вы! Я узнал голос Макара А, он здесь! Закричал и запрыгал Санек Ура! Мы выиграли! Мы прошли квест! Какой еще квест забарабанил изнутри Макара? Выпустите меня скорее Уже полдня здесь сижу Думал навсегда останусь И главное телефона нет, чтобы позвонить Так тебя не вожатые спрятали? Да нет же Меня случайно здесь заперли Я побежал за зарядкой, а тут закрыто И вдруг гляжу, спортсмены из первого отряда Идут сюда со своими сумками Но я вместе с ними прошмыгнул внутрь Они не заметили А пока по этим полкам свой рюкзак отыскивал Все вышли и дверь заперли Я потом кричал, кричал и все без толку Просто удивительно, как вы меня нашли Никто же не знал, где я Просто у нас в палате есть гениальный сыщик Насмешливо произнес Кирилл Он сюда по твоему следу пришел У него нюх, как у собаки И глаз, как у орла Они втроем засмеялись А Санек смущенно пробормотал А что я-то? Я же не один Мы все вместе искали Пацаны, несите ключ Взмолился Макар Не могу больше Кирилл с Артемом помчались разыскивать вожатых Санек взахлеб принялся рассказывать Сидящему за дверью Макару о наших поисках А я неожиданно для себя решил Что не буду сегодня просить свой телефон После ужина мы сидели в большой крытой беседке перед корпусом И выбирали название отряда Девчонки из третьей палаты очень горделись Что сами нашли почти все буквы Они вырывали друг у друга карточки Перекладывали их в разном порядке И пытались составить слово Но получалось совершенно не то Гитара Бинт Гранит Банан Римк А Оле из четвертой палаты Удалось даже сложить слово Габарит Чепуха какая-то Из этих букв не получится название отряда Так уж и не получится Хитро сощурилась Алиса А если подумать Всего десять букв Неужели нельзя разложить их правильно? Все заныли Что уже и так долго думали И от такой загадки Можно вообще голову сломать А у нас только начало смены И головы нам еще пригодятся Ну ладно Сжалилась Вероника Раз уж вы такие недогадливые Она взяла в руки карточки с буквами И быстро положила их в рядок на столе Бригантина Прочитали мы хором И правда Из этих отдельных десяти букв Получилось правильное длинное слово Но это название отряда Нам не слишком приглянулось Что это за бригантина такая? Закричали девчонки из третьей палаты Не хотим бригантину Уж лучше улыбка или дружба Кому она нужна, ваша дружба? Возмутились мальчишки Пусть будет лидер Или чемпионы Какие вы чемпионы? Буквы собрать и то не смогли Мы, между прочим, делом занимались Человека спасали Ой, спасатели нашлись Точно, спасатели, выкрикнул Артем Отличное название Тогда уж не спасатели А ищейки, засмеялась черноглазая девчонка Я уже знал, что имя у нее такое же необычное Как и прическа Ирма Локис Вы же последу шли носом в землю Это вы носом в землю по кустам лазили Во-во, поддержал Санек А мы головой работали Поэтому не ищейки, а сыщики А что, хорошее название, обрадовался Макар Давайте будем называться сыщиками Нет, лучше гениальными сыщиками Как ни странно, его поддержала первая палата А немного погодя и четвертая Только девчонки из третьей Во главе с Ирмой не соглашались Они продолжали голосовать за дружбу Ну ладно, как хотите Только пусть будут просто сыщики Без гениальных, сказала Вероника К сыщикам девиз сложно подобрать Не сдавалась Ирма А к твоей дружбе легко? Поинтересовался Санек Который решил не уступать Уж очень ему понравилось название Которое он сам и придумал Представь себе А ну-ка скажи Да запросто Вот, например Мы надежные друзья Неразлучны никогда Чепуха, скривился Санек И совсем не в рифму Девиз и не должен быть в рифму Огрызнула Сирма А можно вот так Мы друзья, одна семья Друг без друга нам нельзя Предложила Катя С плетеными браслетиками На обеих руках Остальные тут же закричали Это еще хуже Вообще никуда не годится А почему это нам Друг без друга нельзя? Мы прекрасно без вас обойдемся Алиса еле-еле всех успокоила И спросила Ну а вы можете предложить Свой девиз Вторая палата? Можем, конечно Воскликнул Санек Макар, изобрази И тот вдруг пропел Со зверским выражением лица Я гениальный сыщик Мне помощь не нужна Найду я даже прыщик На теле у слона Как лев сражаюсь в драке Девиз должен быть коротким Не больше десяти секунд Прервала его Вероника Вы что, собираетесь На линейке песни распевать? Я знаю Искать всегда Искать везде Искать на суше И в воде Выкрикнул Артем И снова поднялся шум Мальчишки кричали Что это хороший девиз Короткий И как раз подходит сыщикам А третья палата Опять сопротивлялась Девчонки морщили носы И говорили Что ничего не собираются искать Ни на суше Ни тем более в воде Мы спорили до хрипоты И, наверное, целый час Не могли договориться Никто не хотел уступать Наконец Санек предложил А давайте бросим жребий Какое название вытянем Так наш отряд и будет называться Да? А вытаскивать бумажки Ты будешь? Поинтересовалась Ирма Тогда я знаю Что ты вытащишь Тяни сама Если хочешь Великодушно Разрешил Санек Мне все равно Только мы тебе Глаза завяжем Добавил Макар Чтобы честно было Вожатые принесли коробку И тетрадь в клетку Алиса вырвала листы Из тетради И раздала желающим Так у нас получилось Четыре названия От вожатых Бригантина С девизом Нету скуки Нету тины На борту Бригантина От третьей девчачьей палаты Сразу две бумажки Улыбка С девизом От улыбки Сразу всем теплей И дружба С девизом Мы друзья И мы едины Вместе мы Непобедимы Ну и от остальных Сыщики Девиз Кто ищет Тот всегда найдет Листы с названиями Свернули в несколько раз И бросили в коробку Тут у Алисы Зазвонил телефон Она вышла из беседки И ответила на звонок А мы снова начали спорить Кто будет тянуть жребий Ирма отказывалась Но и Саньку Тоже не разрешала Боялась Что он И с завязанными глазами Будет мухлевать Дима Василькин Позвала вдруг Алиса Иди сюда Зачем? Мама твоя звонит Мама? Я соскочил на землю И схватил телефон Дима, привет Как ты? Все нормально? Да, нормально Все хорошо Я думала Ты позвонишь днем Расскажешь Как дела? Я не мог Мы телефон издали Но тебе там хоть нравится? Или еще не понял? Ну, понял Пробубнил я Не сводя глаз с Алисы Она хотя и повернулась Ко мне спиной Но, конечно Слышала каждое мое слово Да и мамина тоже Голос в трубке Раздавался очень громко И отчетливо Как в такой обстановке Жаловаться и проситься домой Да и узнать хочется Чем закончится спор С названием отряда И кто в конце концов победит Мам, я тебе потом позвоню Завтра А сейчас некогда У нас тут очень важное дело Мама засмеялась И сказала, что рада за меня Я отдал трубку Алисе И вернулся к отряду Там уже завязывали глаза Подружки Ирмы Маше Большой платок Закрыл ей почти все лицо Вместе с носом и ртом Теперь точно ничего не увидит Сказал Макар И все с ним согласились Машу за руки подвели к столу Стойте, стойте Закричал Санек Схватил коробку И силой потряс ее Чтобы еще раз перемешать бумажки Все, теперь можно Тяни Маша нащупала коробку И запустила в нее руку Все замерли И пока она снимала с глаз платок И разворачивала листок Кажется, даже не дышали Сыщики Упавшим голосом Прочитала Маша И растерянно посмотрела На своих подруг Ура! Взревели сразу три палаты Ирма сердито Скрестила руки на груди Ну что, съела? Подмигнул ей Макар Или скажешь, что мы все Подстроили Не скажет Ее подружка и вытащила Все честно Усмехнулся Кирилл Главное, правильно Встряхнуть коробку Радовался Санек И вообще нас больше Добавил Артем Тех, кто за сыщиков Можно было не тянуть жребий А я ничего не сказал Стоял и думал Правильно ли я поступил Что решил остаться в лагере На эту ночь Может, надо было Отойти подальше И все рассказать маме Они с папой Успели бы приехать За мной до отбоя И я уже сегодня Ночевал бы в своей кровати Ну хорошо Перекрикивая всех Проговорила Алиса Название есть Девиз есть Осталось выбрать командира отряда А чего его выбирать Удивился Макар Ткнул Санька Он название предложил Значит, он и командир Еще чего Возмутилась третья палата Название ваше Значит, командир Наш будет Чтобы никому не обидно Вот, например, Ирма Девчонка? А что такого? Разве девчонки Не умеют командовать? И снова все заспорили Но теперь четвертая палата Восстала против нас Они тоже хотели Чтобы командиром Выбрали Ирму Ну давайте голосовать Кто хочет Чтобы командиром отряда Стала Ирма Локис? Спросила Вероника Руки подняли Все девчонки А кто за Сашу Радича? Теперь скинули руки Мальчишки Алиса быстренько Пересчитала всех И объявила растерянно Поровну Ну да Кивнула Вероника У нас ведь Одиннадцать мальчиков И одиннадцать девочек Все мальчики Проголосовали за Сашу А девочки За Ирму Ну и правильно Заметил Артем Пацаны всегда за пацанов А девчонки за девчонок Ладно Давайте это оставим На завтра Решила Вероника Сегодня и так Много времени потратили А сейчас будем Готовиться ко сну Тут к нашему корпусу Подошла старшая вожатая Нас с ней знакомили Сегодня днем Своего отряда У нее не было Но она руководила Всеми вожатыми лагеря За руку Она ввела Невысокого мальчишку Со спортивной сумкой На плече Мальчишка выглядел Очень несчастным И постоянно шмыгал носом А это ваш новенький Максим Рыжков Сообщила старшая вожатая Он теперь будет жить В вашем отряде У вас ведь есть место Для мальчика Есть Подтвердила Алиса Во второй палате Здравствуй, Максим Ты только что приехал? Нет Ответила за несчастного Мальчишку старшая вожатая Его сначала Определили в шестой отряд А потом Она запнулась Ну, в общем Его решили перевезти сюда Иди, Максик Ребята покажут тебе палату Старшая вожатая Отвела в сторону Алису и Веронику И о чем-то заговорила с ними Ура! Поздравляем командира! Санек теперь самый главный Закричал Макар И стал хлопать его по плечам А с чего это вдруг он главный? Возмутилась Ирма А нас теперь на одного больше Злорадно воскликнул Санек Вы проиграли И мы пошли в палату Показывать новенькому Его кровать и тумбочку Ночью я долго не мог уснуть Все было ново И непривычно Я возился на неудобных пружинах Постоянно поправлял Уезжавшую простыню И думал о своей уютной Домашней постели Эх, и зачем я только приехал сюда? Чего мне дома не сиделось? Обходился раньше Безлетнего лагеря И сейчас прекрасно обошелся бы Это все Костик Это ему захотелось Самостоятельной и вольной жизни На природе А мне и так было хорошо В своем доме С мамой и папой Вспомнив родителей Я еще больше загрустил Они сейчас в своей комнате Мама уже, наверное, спит Она всегда засыпает рано Ей вставать в 6 часов утра А папа, конечно, сидит за компьютером И тихонько щелкает мышкой Почти беззвучно работает телевизор И негромко тикают настенные часы У них так спокойно и уютно А меня там нет Как обидно Нет, решено Я завтра же еду домой Я снова перевернулся сбоку-набок Натянул одеяло до подбородка И попытался устроиться поудобнее Но вдруг Сквозь комаринное жужжание И сонное сопение ребят Услышал какой-то новый звук Странное чавканье Или причмокивание Интересно Кто это по ночам жует? Да еще будто бы что-то Прихлебывает со свистом Эй! Кто не спит? Мне никто не ответил Я поднял голову И прислушался Непонятное чмоканье Доносилось откуда-то С нашего ряда Я слез с кровати И на цыпочках пошел на звук Возле кровати Артема задержался Нет, не он В свете фонаря Перед окном палаты Ясно видно, что он спит Глаза закрыты Рот приоткрыт А изо рта храп вылетает Как у моего папы Когда он засыпает на спине Я двинулся дальше К кровати новенького Возле двери Ну да, точно Здесь Это Максик Жует что-то втихаря Даже одеялом Накрылся с головой Чтобы его никто не слышал Я приблизился К новенькому Почти вплотную И тут понял Что это за звуки Максик ничего не ел Он горько всхлипывал Эй, Максим Ты чего? Что случилось? У тебя что-то болит? Подожди Я сейчас вожатую позову Не надо С отчаянием Прошептал он Ничего не болит Я просто домой хочу Не могу здесь больше Максик свернулся На постели калачиком И намотал на голову одеяло Я больше не стал его трогать Не хочет разговаривать? Ну и ладно Что тут особенного? Одиноко человеку По дому скучает Я даже чуть-чуть повеселел Получается не только мне грустно Ни один я не самостоятельный Оказывается, есть люди Которым тоже не нравится лагерная жизнь И в этом нет ничего страшного И позорного Захотеть домой в первый же день С такой приятной мыслью Я и уснул Разбудили нас рано На моих часах Еще не было и половины восьмого А в окошко уже ярко светило солнце Седьмой отряд Вставайте, Соня Выходим, выходим из корпуса Бегом на утреннюю зарядку Кричала Вероника Заглядывая поочередно В каждую палату Еще и зарядка будет Недовольно бурчал Кирилл Протирая кулаками глаза Вот счастье-то Ага Весело отозвался Макар Встряхивая свое одеяло Каждое утро Сейчас пока отрядное Здесь за корпусом А после открытия Общее на стадионе Для всего лагеря Он уже успел вскочить Одеться И теперь энергично заправлял постель А разве лагерь еще не открыт? Поинтересовался Санек И сладко потянулся Ну и что, приехали в закрытый лагерь? Открытие лагерный праздник Он на третий или на четвертый день бывает Пояснил Артем Который, как и Макар Уже знал особенности лагерной жизни Да, подхватил Макар Мы пойдем на торжественную линейку Там поднимут флаг лагеря Вечером будет праздничный концерт А в столовой, может, даже пирожные дадут Вот в прошлом году Ой, в какой же это смене было В первой или во второй Наверное, в первой Так там у нас И он принялся рассказывать Что у них там было в первой смене Я его не слушал И не понимал Как можно быть таким бодрым С раннего утра Тем более, если проснулся в лагере Я спустил ноги с кровати И тяжело вздохнул Больше всего мне сейчас хотелось Нырнуть обратно под одеяло Закрыть глаза И представить, что я дома Я, наверное, так и сделал бы Но тут пробежала Алиса И стала выгонять всех из палаты Пришлось вставать Натягивать спортивные штаны И обувать кеды А Максим так и остался в постели Даже голову не поднял Когда мы уходили Мы вышли из палаты на веранду И остановились Я сделал глубокий вдох Лесной воздух был густым Немного горьковатым и свежим Но не холодным Я даже не замерз Хотя был в одной футболке Без толстовки Седьмой отряд за мной Жизнерадостно позвала Алиса И повела всех за корпус Сейчас мы меньше всего Были похожи на отряд Все четыре палаты Недовольно плелись за вожатой Разрозненными кучками И сонно хмурились Все, кроме Макара Он напевал песни И весело болтал со всеми сразу И его нисколько не волновало Что никто ему не отвечает Мы побегали возле корпуса Попрыгали и поприседали И даже немного развеселились Из-за Артема Он так старательно махал руками Выполняя упражнения мельницы Что его занесло прямо на Санька И оба повалились на траву На первый раз достаточно Зарядка окончена Бегом в палаты за зубными щетками И полотенцами Скомандовала Вероника Напротив корпуса На асфальтированной площадке Под навесом Разместился длинный ряд умывальников Раковин было так много Что умываться могли Все четыре палаты сразу Ой, а вода-то холодная Вскрикнула вдруг Катя А тебе какую надо Поинтересовался Артем И зажал кран пальцами Струя воды брызнула в ее сторону По пути окатив еще двух девчонок Раздался истошный виск Что ты делаешь, не чаю Закричала Ирма И стала отряхиваться До нее тоже долетели холодные брызги Ненормальные Все стали крутить свои краны И трогать воду кончиками пальцев А что, горячей воды нет? Холодно же, руки замерзнут Заговорили на перебой девчонки И кое-кто из мальчишек Я промолчал Но и мне не хотелось Лезть под холодную воду Дома я всегда умывался теплой Да она и не холодная вовсе Нормальная вода Бодро заявил Макар И решительно сунул руки под кран Набрал пригоршню воды И начал умываться Фыркая то ли от удовольствия То ли от холода Ты морж что ли? Иронично поинтересовался Кирилл Наблюдая за ним Ты в прорубь зимой ныряешь Никакой я не морж Просто привычный Я же каждое лето здесь После лагеря приезжаю И дома продолжаю Холодной водой умываться Мне даже нравится Признался Макар Попробуйте сами Ну уж нет Покачала головой Маша Я не хочу привыкать Как слушали? Вам еще вчера объяснили Что горячая вода Только в душевых В умывальниках ее нет Вы же вчера Несколько раз руки мыли Что не помните? Она не такая холодная была Потому что днем ее Нагрело солнце Да она и сейчас не холодная Мы с Алисой умывались И ничего, живы Тем более дни сейчас жаркие Посмотрите Раннее утро А воздух уже теплый Нет, нет Мы замерзнем У нас зубы ломят От холодной воды Заныли девчонки Ну хорошо Согласилась Вероника Для особо нежных Я сейчас принесу Горячую воду в чайнике Ждите А кому не страшна Прохладная летняя вода Умывайтесь Все мальчишки И большинство девчонок Один за другим Нехотя потянулись к кранам Ждать чайник с горячей водой Согласились только Несколько человек И среди них Маша с Юлей Не мог же я присоединиться К этой компании Особо нежных Тем более Макар и Артем Принялись подшучивать над ними Предлагали взять с собой На речку огромный кипятильник Чтобы неженки Не отморозили свои ножки Я повесил на шею полотенце Положил на полочку Мыло-зубную пасту И щетку И храбро сунул лицо Под тугую прозрачную струю Вода и в самом деле Оказалась не слишком холодной Непривычно Но ничего Терпеть можно После умывания По лицу разлился приятный жар Даже настроение Немного поднялось К умывальнику подошла Алиса Оглядела всех и спросила Где новенький? Спит? Доложил Санек Спит? Удивился вожатый До сих пор? Ага И вставать не собирается Сообщил Артем Сказал отстаньте все Алиса охнула и убежала Мы закончили умываться И потянулись к корпусу На веранде Мы столкнулись с Алисой Которая выводила Из палаты Максима В руках он держал Полотенце и мыло И опять выглядел Очень несчастным Как вчера Когда мы его Впервые увидели О, сурок проснулся Сказал Артем Все на свете проспал Подхватил Санек И зарядку И умывание Зато завтрак не проспал Хмыкнул Артем Пузо успеет набить А это самое главное Мальчики, перестаньте Шикнула на них Алиса И повела новенького К умывальнику Она обнимала его за плечи И что-то тихо говорила Максим молча шмыкал носом И глаза у него снова были красные Чего он такой? Спросил Кирилл Будет мокрый куриц Заболел что-нибудь? Он просто домой хочет Так пусть едет Пожал плечами Артем Зачем вообще приезжал? Не нравится в лагере Сиди дома Согласился с ним Санек Как можно домой хотеть? Воскликнул Макар Что там хорошего? Скукота одна Я хотел ему возразить Что дома можно найти Очень много занятий Вот если бы я сейчас был дома Я бы... Я задумался И в самом деле Что я сейчас делал бы? Играл бы в компьютер? Читал книгу? Или гулял во дворе? А с кем гулять Если все разъехались? И в компьютер Долго не поиграешь Уже через час Мама начинает ругаться Что я порчу глаза А книгу почитать И в лагере можно Действительно Чем я буду заниматься Если сегодня меня увезут домой? В столовую мы сели на те же места, что и вчера За каждой палатой был закреплен свой стол За которым умещалось 6 человек Наш шестой Новенький Со своим кислым лицом И опухшим носом Занял свободный стул Напротив меня На завтрак давали Молочную рисовую кашу Которую я терпеть не мог Даже запаха не выносил Я перестал есть Молочные каши Еще в детском саду Мама знала это И никогда не готовила мне их дома Но здесь же не дом Меня предупреждали В лагере придется есть Все, что дают Я со вздохом опустил ложку в тарелку И стал перемешивать бугристую белую массу Потом зачерпнул совсем чуть-чуть На кончике ложки И поднес ко рту Нет, никак Наверное, я не смогу это съесть Даже после трехдневного голодания Да и с какой стати мне привыкать Если я собираюсь домой? Я кашу не ем Громко сообщил Артем И взял вареное яйцо И я Обрадовался я И с облегчением Отодвинул тарелку Что за капризы за столом? Спросила Вероника Я резко обернулся Но вожатая разговаривала не с нами Она стояла за нашими с Саньком спинами У соседнего стола Юля из третьей палаты Терла глаза И прерывисто дышала В чем дело? Склонилась на дне Вероника Почему ты плачешь? Она и вчера плакала перед сном Сообщила Маша Ей здесь не понравилось Сказала Ирма Где здесь? В столовой? Не поняла вожатая Да нет, в лагере Пояснила Катя Она вчера домой хотела Вот и плакала Ну это вчера, а сегодня что? Спросила Вероника Мне есть нечего Сквозь слезы выдавила Юля Как нечего? К ним подошла Алиса Ты посмотри, сколько всего на столе Каша Вареные яйца Масло Хлеб Сыр Какао А я это все не ем Мне мама другие завтраки готовит А тут у вас все невкусное Фу! Ну съешь хотя бы бутерброд с сыром До обеда далеко Сыр противный Ты же его не пробовала Я понюхала Нормальный сыр Обернулся Санек И забрал у Юли все, что она отодвинула Кубик масла на хлебе Кусок сыра и яйцо Не хочешь ходи голодный? Как и этот вон, наш новенький Два сапога пара Юля капризуля и Максик плаксик Выкрикнул Артем Все разом посмотрели на Максима Тот склонился над нетронутой тарелкой И снова захлюпал А Юля вскочила из-за стола И выбежала из столовой Вероника покачала головой И пошла за ней После завтрака Алиса собрала наш отряд в беседке Сказала, что хочет с нами Серьезно поговорить Все здесь? Нет, откликнулся Санек Посчитав по головам Не хватает двух нытиков Как их там? Максим и Юля Вот именно о них Я и хотела поговорить Нахмурилась Алиса А где они сами? Они с Вероникой В Вожатской Она их пирожными подкармливает Фыркнул Кирилл Чтобы не оголодали Все засмеялись Алиса даже не улыбнулась Она посмотрела на Кирилла в упор Потом спросила Вам это доставляет удовольствие? Что? Дразнить их, насмехаться Зачем вы это делаете? А чего они хнычат? Выкрикнул Артем Все им не так Ничего не нравится Надоели А из вас никто не скучает по дому? Артем покачал головой Макар, конечно, тут же сообщил Что он в пятый раз в лагере И нисколечко не скучает Остальные замолчали Стали переглядываться Я опустил глаза Разве можно признаться В этом вот так? При всех? Алиса переводила взгляд С одного на другого Ну давайте честно Кто скучает? Ну и я Проговорила Маша Просто я никогда еще Из дома не уезжала И я Но только совсем чуть-чуть Сказала Даша из четвертой палаты А я вчера поскучала немного А сегодня уже нет Тряхнула своими короткими волосами Ирма Ну и что? Я, может, тоже скучаю У меня дома любимый кот остался Пожал плечами Санек Но только я не хожу и не ною А эти плаксы всем настроение портят А вот скажи мне, Саша Что ты любишь? Спросила вдруг Алиса Я? Из еды или вообще? Чем любишь заниматься? Я футбол люблю В футбольную секцию хожу А ты любишь футбол? Алиса повернулась к Ирме Почему я должна любить футбол? Удивилась та Я танцами занимаюсь А ты, Дима Обратилась к Василькину вожатая Чем увлекаешься? Танцами или футболом? Я сначала растерялся Но потом сказал, что увлекаюсь Компьютерными играми Остальных Алиса тоже спросила Все отвечали по-разному Рисовать, читать книги Прыгать на батуте Вязать, плавать И даже стрелять из лука Потом Алиса задала Другой странный вопрос А теперь назовите Свой самый главный страх Страх? А если у меня нет никакого страха? Спросил Артем Не верю Покачала головой Алиса У каждого человека Свои страхи Чего вы боитесь больше всего? Сначала все молчали А потом Оля Из четвертой палаты Перетернулась И с отвращением сказала Гусеницы Они мерзкие И все стали выкрикивать Мышей! Пауков! Пчел! Глубных врачей! Собак! Громы и молнии! А Макарна смешил всех Он крикнул Маму после родительского собрания Посмотрите друг на друга Попросила Алиса Когда отряд немного утих Один высокий Другой пониже У одного волосы темные У другого светлые У третьего рыжие Выкрикнул Артем Ткнув пальцем в Макара Все рассмеялись Один любит апельсины А другой соленые огурцы Один боится мышей и пауков А другой спокойно берет их в руки Саша играет в футбол Ирма танцует Кирилл конструирует роботов А Катя плетет браслеты Из резиночек Вы все очень разные И это здорово Представьте, что было бы Если бы все люди были одинаковыми Ага, согласился Кирилл Все поголовно были бы маленькими Рыжими Играли в футбол И боялись пауков Все снова засмеялись Да уж Такое даже вообразить страшно Алиса шутливо схватилась за голову И снова стала серьезной Но, к счастью, мы все отличаемся друг от друга И снаружи, и внутри У нас различные вкусы Страхи, эмоции Один сильный Другой слабый Один молчаливый Другой говорливый Тут все как по команде Посмотрели на Макара Один очень быстро привыкает к новому А другой никак не может перестроиться И если кто-то скучает по дому и плачет Над этим нельзя смеяться Надо плакать вместе с ним С издевкой вставил Артем Он закрыл лицо руками и загласил Ой-ой-ой, отвезите меня домой Хватит уже кривляться, не чаем Прикрикнула на него Ирма Клоун Я даже обрадовался, что она оборвала Артема Мне казалось, что все эти насмешки относятся и ко мне Артем, ты сказал, что боишься зубных врагов Врачей, напомнила Алиса А давай представим, что ты вдруг оказался среди людей Которые очень любят лечить зубы И в кресле у стоматолога чувствуют себя хорошо и уютно Ха, таких не бывает Запротестовал Артем Бывает, возразил Игорь Морозов из первой палаты Я не боюсь ни капельки Если надо, иду и лечу И я не боюсь, подтвердила Маша У меня мама зубной врач У меня мама учитель музыки Но я все равно не боюсь Похвастал Макар Вот видишь, такие и есть А теперь представь, что их не трое, а целый отряд или класс Для них ходить к зубному врачу совершенно обычное дело И они не понимают твоего страха И вместо того, чтобы поддержать тебя Успокоить и подбодрить Они начинают над тобой смеяться Окружили тебя Показывают пальцем и дразнят Кричат трус Или что там еще Алиса задумалась Слюнтяй, подсказала Ирма Тряпка, поддержала Маша Хлюпик, слабак, добавила Катя Алиса кивнула девчонкам И повернулась к Артему Вот, пожалуйста Приятно? Разве после этого ты перестанешь бояться зубного кабинета? Не думаю Тебе еще хуже станет К твоему страху прибавится обида Злость, отчаяние Артем ничего не ответил, только насупился Есть дети, которые приезжают в летний лагерь как к себе домой Им даже и привыкать не нужно Они здесь прекрасно себя чувствуют А есть другие Не лагерные, я знаю Выкрикнул Макар У нас в прошлом году был такой На третий день домой уехал Нам надо сделать все, чтобы не допустить этого Горячо проговорила Алиса Наверняка у нас не только Юля и Максим такие Не лагерные Как выразился Захар Некоторые из вас тоже подумывают уехать Просто молчат Так вот Я хочу вам сказать Не торопитесь Потерпите немного Первые дни всегда трудные Поверьте, потом вам так здесь понравится, что об отъезде и думать забудете Дайте себе шанс Мне показалось, Алиса говорит это мне и смотрит только на меня Хотя, конечно, она не могла знать, что у меня в голове В общем, ребята, серьезно подумайте о нашем разговоре И давайте все вместе поможем Юле и Максиму освоиться Им по-настоящему тяжело А что нужно делать, спросила Ирма Быть рядом Не оставлять их одних Брать в свои игры Разговаривать Сделать все, чтобы им некогда было думать о доме Сказала Алиса Вы теперь все вместе Один отряд, одна стая А стая своих не бросает И в обиду не дает Ну что, договорились? Мы ответили, что договорились И даже Артем не стал кривляться и насмешничать Целый день мы старались выполнить свое обещание Пытались подбодрить и чем-нибудь заинтересовать Юлю и Максима Юлю девчонкам удалось расшевелить Она перестала киснуть и немного повеселела В обед больше не говорила, что еда невкусная И уплетала суп, только ложка мелькала А с Максимом ничего не вышло Он ни с кем не хотел разговаривать и ни на что не соглашался До вечера просидел в сторонке с поникшей головой и опущенными плечами После ужина за Максимом приехал дедушка И увез его домой Все-таки трудно помочь нелагерным детям Особенно, если они сами этого не хотят А я в тот день так и не позвонил родителям Я решил дать себе шанс На следующий день к вечеру я внезапно вспомнил о Костике Ведь в салюте заезд седьмого числа Значит, он уже в лагере Интересно, как он там? Когда выдалась свободная минута, я попросил свой телефон у Алисы «Костик, привет!» – воскликнул я в трубку «Алло!» «Димыч, это ты? Алло!» «Я? Кто же еще? Как дела?» «Алло! Чего ты молчишь? Алло!» «Я не молчу, я с тобой разговариваю» «Связи нет!» «Димыч, если слышишь меня, иди к забору!» «Давай там встретимся, ты понял?» «Я не могу, нас сейчас на ужин позовут» «Алло! Алло!» «Димыч, жду забора!» «У забора!» Я нажал отбой и потер оглохшее ухо «И зачем так орать? Как будто от крика связь появится» «И какой смысл идти к забору, если там мы все равно не сможем увидеться?» «Ладно, сбегаю быстренько», – решил я «Перекинусь с другом парой слов, спрошу, как дела, и назад к корпусу устроиться в столовую» «Я добежал до металлической стены, которая разделяла наши лагеря» «Папа еще дома шутил, что мы с Костиком будем встречаться у забора и ходить друг к другу в гости» «Только он не знал, что этот забор теперь совсем другой» «Сплошной и высокий» «Тут не то, что в гости ходить, а даже посмотреть друг на друга не получится» «Костик, ты здесь?» «Ага, здесь, у этой елки» «Я пошел по высокой траве в ту сторону, где над забором задвигались еловые лапы» «Ну, видишь меня?» «Где?» «Да вот же, я тебя вижу» «Я поднял голову и заметил отогнутый верхний край металлического листа» «И в этой щели глаз Костика» «Теперь вижу» «Почему тут так высоко?» «А я на ветке стою, тут у забора всякий хлам сваливают» «Здесь не жила территория, сюда вообще никто не ходит» «Из ее железной сеткой отгородили, а я пролез и на елку забрался» «А мне даже забраться не на что, у меня здесь одни кусты и лопухи» «Ничего, зато я тебя вижу» «Ну и как тебе салют» «Супер, классный лагерь, не то, что ваш рассвет» «Наш?» «Вообще-то это твой рассвет» «Это ты должен был сюда ехать» «И хорошо, что не поехал, салют круче» «Чем это он круче» «Да всем, он огромный» «Вот ты в каком отряде» «В седьмом» «Я в одиннадцатом, а всего у нас пятнадцать отрядов» «И домики у вас низкие, деревянные, нам рассказывали» «А у нас большие, двухэтажные, на два отряда» «Мы на втором этаже живем» «И горячая вода у нас есть» «А у вас только холодные и умывальники на улице» «Подумаешь, второй этаж и горячая вода» «Зато мы на природе живем и закаляемся» «Еще у нас бассейн есть, и кинозал, и секции всякие» «Я буду на дзюдо ходить, я уже записался» «Мне захотелось треснуть его по макушке» «Мало того, что он вместо меня поехал в мой лагерь, так ищи хвастается теперь передо мной» «Здесь вообще отлично, одно только плохо» «Что? Что тебя здесь нет? Вот если бы мы сейчас вместе были» «И я тут же простил ему все обидные слова» «Да, хорошо было бы» «А знаешь, кто еще со мной в отряде? Комарова и Кочкин» «Представляешь? В школе надоели, а теперь еще и здесь с ними быть» «Я не успел ничего ответить» «В этот момент глаз Костика исчез из дыры, а сам он негромко вскрикнул» «Эй, Костик, ты там что, свалился?» «Да нет, то есть не совсем, ветка подо мной подломилась» «Все нормально? Ты цел?» «Кажется, да» «Ну ладно, тогда я пойду, мне на ужин пора» «Ой, Димыч, погоди» «Чего?» «Я никак не могу отцепиться» «От чего отцепиться?» «Да откуда я знаю? Сзади за что-то зацепился джинсами» «Так посмотри» «Как я посмотрю? У меня на затылке глаз нет» «Я даже повернуться не могу» «Ты что, висишь на заборе?» «Не совсем» «Одной ногой висю, то есть вишу» «Другой на ветке еле стою, на той, что сломалась» «А сзади меня что-то держит за джинсы» «Гвоздь, наверное» «Ну, покрутись как-нибудь, может, оторвешься» «Не, никак, у меня джинсы крепкие, захочешь – не порвешь» «Вот был бы ты в шортах, как я, они сразу порвались бы» «И ты спокойно в отряд пошел бы» «Ага, без шорт? Хватит глупости болтать, лучше придумай что-нибудь» «Не могу же я здесь до утра висеть» «Надо позвать твоих вожатых» «Сказал я и посмотрел на экран своего телефона» «Вот, я вижу, связь есть, позвони им» «Да ты что, знаешь, что начнется, если кто-то узнает» «Нам запрещено в эту часть лагеря ходить» «Всех предупредили» «Ты хочешь, чтобы меня в первый же день из лагеря выгнали» «А Комарова потом в школе будет рассказывать, как меня с забора снимали» «Ты ее не знаешь, что ли?» «Еще и дразнилку придумает» «А я-то что могу? Я тебя даже не вижу» «До меня донесся горький вздох» «Я пробрался через заросли к самому забору» «И потянулся изо всех сил к отогнутому краю металлического листа» «Ничего не вышло, щель была слишком высоко» «Я только чуть руку не вывихнул, да обжег голые ноги крапивой» «Нет, в одиночку тут точно не справиться» «Ладно, Костик, я сейчас кого-нибудь приведу» «Только не взрослых, а то твои взрослые расскажут моим» «И давай быстрее, я уже устал» «Никуда не уходи, я быстро» «Очень смешно» «Я догнал наш отряд у входа в столовую» «Вожатые были уже внутри» «В конце строя я заметил долговязую фигуру Кирилла» «Вот кто мне нужен, у него самые длинные руки» «Вдруг удастся просунуть их в щель и отцепить Костика» «Кирилл» «Он обернулся, а вместе с ним обернулся и Макар» «Я бешено им замахал» «Они вдвоем стали пробираться обратно, расталкивая остальных» «Чего?» «Поинтересовался Макар» «Я хотел уточнить, что не звал его» «Но подумал, пусть идет, лишний человек не помешает» «Другу надо помочь, очень срочно, один не справлюсь» «А ужин?» «Спросил Кирилл и оглянулся на раскрытую дверь, откуда пахло жареной рыбой» «Не до ужина, бежим скорее» Мы втроем обогнули здание столовой с другой стороны, чтобы нас не увидели в окно Во дворе я заметил груду пустых пластиковых ящиков и прихватил два с собой «Пригодится!» На бегу бросил я ребятам, и мы помчались в другой конец лагеря По дороге я объяснил им, в чем дело Макар развеселился и несколько раз восторженно спросил «Что, в самом деле? Он реально висит на заборе?» А потом стал напевать себе под нос песню про листок на заборе, который колышется ветром «У него наверняка были песни на все случаи жизни» «Не зря же его мама – учитель музыки» «Я тогда подумал, что Костик прав» «Наши одноклассники точно не должны об этом узнать» «Здесь, что ли?» – спросил Макар, когда они добрались до забора «Здесь, здесь!» «Наконец-то! Что так долго?» «Ничего себе долго!» – возмутился Кирилл «Неслись, как ненормальные, еще и без ужина останемся» «Да успокойся! Мы успеем!» Я притоптал траву и установил ящик «В крайнем случае хлеба точно дадут! Залезай поживей!» «Не поживей, а пошустрей!» – засмеялся Макар «Он же шустрых!» Тут из-за кустов вдруг появились Санек с Артемом «А вы откуда? Как вы нас нашли?» «Видели, как вы из столовой убегали», – объяснил Артем «Как на пожар! Подумали, что-то случилось, и нам помочь» «Почему нас не позвали?» – спросил Санек и добавил «Мы ж теперь одна стая, своих не бросаем» «Эй, вы, стая! Давайте уже что-то делать!» Кирилл с ящиков смог достать до щели Но его рука туда не проходила, было слишком узко Он попытался отогнуть край железного листа Щель немного увеличилась, но это тоже ничего не дало «Нет, пацаны, это все не то! Надо лезть через забор», – сказал Санек «Слишком высоко!» «Кирилл подсадит! Он у нас самый длинный!» – заявил Артем «Он не только шустрых, но еще и длинных!» – засмеялся Макар «И голодных!» – нетерпеливо добавил Кирилл «Ну кто полезет?» «Я могу!» – вызвался Санек «Я ведь спортсмен! Пощупайте мои мускулы! Каменные!» Все по очереди пощупали его мускулы «А обратно как выберешься? Костик хилый, он тебе не поможет» «Чего это я хилый? Я что угодно сделаю, только освободите меня!» Санек забрался на плечи Кирилла, подтянулся на руках и заглянул на соседнюю территорию «Ничего себе!» – присвистнул он «Все хламом завалено!» Санек перекинул тело через забор и стал медленно опускаться вниз Исчезли плечи, потом голова На верхней кромке забора остались только напряженные побелевшие пальцы «Есть!» – донесся до всех его радостный голос После этого исчезли и пальцы «Я на месте!» – провозгласил он «Иду к потерпевшему!» «Держись, узник! Спасение близко!» Некоторое время шуршали ветки, что-то хрустело на земле и шаркало по забору Потом все услышали протяжный вздох облегчений и вопль Костика «Фух! Все! Свобода! Ура!» «Не сговариваясь, прокличали мы!» «Ржавая проволока прицепилась! Очень толстая и прочная!» – прокомментировал Санек «Да еще сзади, в неудобном месте!» «Не, я сам бы точно не освободился!» «Спасибо, пацаны! Выручили!» «Димыч, теперь только по телефону будем разговаривать!» «А сюда я больше не ногой!» «Бежали уже, а! Вдруг нам ужин оставили!» Кирилл со страдальческой миной схватился за животом «Мы дождались, пока Санек с помощью Костика и своих каменных мускулов перелезет обратно И все вместе понеслись в сторону столовой «Ты давно его знаешь?» – поинтересовался Макар по пути «Костика? Давно, с первого класса! Он мой лучший друг!» «А почему вы с лучшим другом вместе в лагерь не поехали?» – спросил запыхавшийся Артем «Не догадались!» 8 июня состоялось открытие лагеря Санек очень гордился своей ролью командира И так кричал на репетициях, что в последний момент сорвал голос Поэтому на торжественной линейке пришлось командовать Ирме Несмотря на хриплые издевки Санька, все прошло отлично Когда настала очередь представляться, Ирма звонко воскликнула «Отряд!» «Сыщики!» – дружно рявкнули мы Вероника долго добивалась от нас такой сплоченности «Наш девиз – кто ищет, тот всегда найдет!» Единым хором прокричали мы Вероника одобрительно кивнула, а Алиса показала большой палец Названия других отрядов оказались разными, неожиданными и даже смешными Малыши из восьмого отряда представились веснушками Шестой отряд решил, что они лесная братва Были также отряд «Ура» и отряд «Ну погоди» Самый старший третий отряд выбрали себе название «Банда» А спортсмены из первого отряда и танцоры из второго к нам не относились Жили и питались они в лагере, но у них было свое расписание и свои мероприятия На торжественной линейке директор лагеря поздравил нас с началом первой смены И дал команду поднять белый флаг с оранжевым солнцем и надписью «Рассвет» Потом мы участвовали в спортивном празднике на стадионе Перед ужином смотрели концерт на летней эстраде А в столовой нас ждал праздничный стол Пирожных, правда, не было, но зато каждому выдали по три шоколадные конфеты И по пакетику яблочного сока Вечером по лагерному радио объявили дискотеку Девчонки обрадовались и побежали наряжаться Мы с пацанами сначала не хотели идти Зачем нам какие-то глупые танцы? Что мы, девчонки, такой ерундой заниматься? Но Макар убедил, что дискотека – это самая классная веселуха в лагере И действительно, на танцплощадке гремела такая заводная музыка А диджей так задорно кричал в микрофон, что хотелось вопить во все горло Прыгать, скакать и кувыркаться через голову Жаль только, что нам не дали повеселиться вдоволь В десять часов вдруг объявили, что два младших отряда отправляются готовиться ко сну Было ужасно обидно Ну ладно восьмой, не малыши А нас-то за что? Нам почти всем по десять лет А нас отправляют спать, как маленьких Ничего, пацаны, успокаивал Макар На следующий год оторвемся Шестой отряд до половины одиннадцатого остается Через несколько дней я уже совершенно спокойно умывался холодной водой И группа особо нежных уменьшилась Из всего отряда только три девчонки до сих пор ждали горячий чайник Днем солнце пекло так, что постоянно приходилось прятаться в тень А на открытых площадках мы старались бывать либо утром, либо вечером, когда спадала жара Удивительно, но комары куда-то пропали и больше не мешали спать по ночам Или мы их просто не замечали Когда мы болтали в темноте Или слушали, как Артем рассказывает фильм «Ужастик» Или хрустели сушками, которых у Санька был целый мешок Нам было совсем не до комаров Из-за веселых ночных посиделок Насыпали мы поздно Поэтому утром вставать по-прежнему не хотелось Зато в тихий час мы с удовольствием бросались в свои постели Чтобы отдохнуть от постоянной беготни А однажды я так умаялся, что даже уснул и проспал до самого полдника Каждый вечер звонили мои родители и спрашивали, как дела Я обычно произносил заготовленную фразу «У меня все отлично» И вдруг в какой-то момент понял, что говорю чистую правду Меня больше не тянуло домой, вот ни капельки Приближался конкурс отрядных уголков Мы никак не могли взяться за эту работу Устаянно находились какие-то другие занятия Но вот наступил последний из назначенных дней И после завтрака мы собрались возле корпуса На улицу вытащили большой стол из вожацкой Разложили на нем огромный лист ватмана В самом верху Маша вывела красочную надпись «Сыщики» Смешными и пузатыми буквами Надо нарисовать сыщика, предложил Кирилл, в кепке и с лупой Да, усмехнулась Маша, ты что ли нарисуешь? Нет, ты Я только буквы писать умею А кто у нас из отряда ходит в художку? Кто кричал, что любит рисовать? Оля из четвертой палаты, сказала Ирма Зовите Олю, велел Артем, где она прохлаждается? Девчонки убежали искать Олю Нет, она не может Вернувшись, доложила Катя Она только вазы с натуры умеет рисовать и кувшины Сыщиков они еще не проходили Зачем мы тогда все это вытащили? Кирилл показал на разбросанные по столу фломастеры, карандаши, ножницы, цветную бумагу и баночки с гуашью Мы можем пойти в штаб и снять наш отряд соревнования Еще чего, возмутился Санек Сдаться без боя и даже не попытаться? Все равно проиграем Вздохнула Юля Художника нет, идей никаких нет Даже песни отрядной и то нет А мы для чего здесь собрались? Сейчас все придумаем, успокоил Макар Да не нужно ничего придумывать, сказал Артем Надо взять любую готовую песню, сделать ее отрядной Кто знает песни про лето или про лагерь? Мы разом указали на Макара Кому еще знать все существующие песни, как не сына учительницы музыки? Ой, их очень много! Макар стремительно подскочил к столу и чуть не снес его с разбега Да тише ты! Все опрокинул Медведь косорукий! Воскликнула Маша и полезла поднимать упавшие фломастеры Смотрите, вот здесь можно нарисовать солнышко Макар азартно водил руками по ватману А под ним поместить песенку про лето Или нет? Лучше так Вот здесь девиз справа от названия А песню про лето ниже Слушайте! Он стукнул кулаком по стулу Я понял! Надо взять совсем другую песню! Да не трогай ты, ватман! Прикрикнула Ирма, которая сидела за столом рядом с Машей Что ты его лапаешь? Отойди! Но Макар даже не услышал ее Так был увлечен Песня должна быть Веселый ветер Та, из которой мы наш девиз взяли Мы взяли девиз из песни? Вы что, не знаете? Макар округлил глаза Это известная песня из старого фильма Там очень хорошие слова И нам как раз подходят И он звонко запел, размахивая руками Кто весел, тот смеется Кто хочет, тот добьется Кто ищет, тот всегда найдет А-а-а! Макаров! Заверещала вдруг Маша Что ты наделал, балбес? Чего? Он замолчал и удивленно захлопал глазами Твоя рука! Мы посмотрели на руку Макара Она была вымазана в краске Потом мы перевели взгляды на стол На перевернутую баночку с гуашью И на оранжевый отпечаток Макаровой лапы на белом ватмане Когда он успел? И в краску вляпаться И все перепачкать С недоумением спросил Артем Я даже не заметил Я тоже не заметил Растерянно пробормотал Макар Он разглядывал свою оранжевую руку Очень внимательно, как диковинку Ирма! Вдруг тихонько ахнула Маша Смотри! Что? Насторожилась та Он... Он и тебя испачкал Где? Ирма вскочила из-за стола И стала оглядывать себя Вот! Сзади на спине! Ирма вертела головой И старалась заглянуть Через свое плечо Но у нее ничего не получалось А мы ясно видели на ее белой майке Оранжевый след от Макаровых пальцев Я не специально Пробормотал Макар Я не хотел Это новая майка Ты ее испортил И уголок отрядный испоганил Знаешь, кто ты после этого? Свирепо закричала Ирма И пошла на Макара Тот испуганно попятился И тут мне в голову пришла удачная мысль Стойте! Смотрите! Я бросился к столу Схватил баночку с зеленой гуашью И опрокинул себе на руку Потом приложил зеленую пятерню к ватману Рядом с оранжевым следом Ребята непонимающе смотрели на меня И что? Спросил Санек Одно пятно еще можно было закрыть чем-нибудь А теперь вообще отрезать кусок придется Я молча приложил руку к противоположному углу листа А третий отпечаток оставил в самом низу Остановите его кто-нибудь Растерянно попросила Маша Что он творит? Класс! Внезапно воскликнул Артем Схватил синюю краску и отвинтил крышку Через мгновение до остальных тоже дошло Мы мазали руки гуашью И оставляли на белом листе Разноцветные следы от ладоней Наш отрядный уголок сразу как-то повеселел И заиграл яркими красками Отличный фон радовался Макар Отпечатки пальцев как раз для сыщиков Убить тебя мало Макаров Ворчала Ирма Но уже не так сердито За майку ты мне все равно ответишь Я посмотрел на свою белую футболку Подумал немного И оставил зеленый отпечаток прямо на животе Ты больной? Воскликнула Маша Испачкай меня Попросил я Артема Он пожал плечами И с размаху хлопнул меня по спине с синей рукой Теперь ты Я подошел к Ирме Ее руки были в красной краске А ты подумал что скажет твоя мама Это будет наша форма Отрядная У кого есть белые футболки Несите сюда Мы их разукрасим цветными ладошками И будем носить на всякие мероприятия Как знак отличия Точно! Завопил Макар Здорово придумано У меня есть белые Сейчас принесу Пока мы раскрашивали наши с Макаром футболки Ирма сходила в палату Переоделась И положила перед нами Свою испачканную майку Давайте и мою тоже Сказала она Все равно испорчено Постепенно нас окружил весь отряд Все загорелись нашей идеей Те у кого не было белых футболок Сразу решили позвонить родителям И попросить привезти из дома Или купить Всем хотелось иметь отрядную форму Даже вожатые нас поддержали Они сказали что это отличная мысль И принесли нам еще одну упаковку гуаши Потому что предыдущую мы слишком быстро израсходовали На конкурсе наш отрядный уголок с яркими ладошками Разглядывали с большим интересом А Макар еще оставил на нем фиолетовый отпечаток своей кроссовки В самом низу Как раз под отрядной песней Он решил что след тонко намекает на сыщиков Разукрасить нам удалось только семь маек Больше в отряде не нашлось к началу конкурса Поэтому и выступали мы всемиром Четверо мальчишек и три девчонки Алиса снимала наше выступление на телефон Это на самом деле здорово выглядело Семь человек в одинаковых разрисованных гуашью футболках Маршируют на сцене И задорно поют песню про веселый ветер И держат в руках большие разноцветные ладошки Вырезанные из картона Никто даже не догадывался Что на обратной стороне этих ладошек Написан текст песни Которую мы не успели выучить наизусть Наш отряд получил приз за оригинальность и креативность Нам вручили большой вафельный торт Вечером мы все вместе пили чай в вожатской И в пятнадцатый раз пересматривали наше выступление на телефоне Алисы Надо же! Из-за этого криволапого Макарова У отряда появилась своя фишка Говорили девчонки Настоящая эмблема Цветные ладошки Это все Василькин Говорили мальчишки Если бы не он, ничего бы не было Молодец, Димка, голова Я счастливо улыбался и думал Что одна испорченная футболка ради общего дела Это не так важно Мама не станет меня ругать Она поймет Каждый вечер перед отбоем Каждый вечер перед отбоем наш отряд собирался в вожатской на вечернюю свечу Мы садились вместе с Алисой и Вероникой в кружок и разговаривали о прошедшем дне Обсуждали все, что произошло за день и делились своими впечатлениями В середине круга на табуретке стояла стеклянная банка с зажженными свечами таблетками В темноте казалось, что мы сидим возле крохотного костра Это было здорово и даже как-то таинственно Сидеть в темноте и смотреть на подрагивающие желто-оранжевые огоньки за стеклом Однажды в конце такой свечи Алена из третьей палаты подняла руку Я хотела сказать, пробормотала она, у меня кулон пропал Какой кулон? спросила Вероника Мой, который я всегда на шее носила, сердечко, его украли Как украли? Прямо с шеи? Нет, из тумбочки Я на ночь его снимаю и в тумбочку кладу В нем спать неудобно, мешает А зачем ты его в лагерь взяла? спросила Алиса и щелкнула выключателем Все сразу зажмурились от яркого света Вожатая задула свечки Вас предупреждали, ценные вещи оставляем дома, напомнила Вероника Зачем вы везете в лагерь драгоценности? Это не драгоценность, он из дерева вырезан Мне его подружка подарила, которая в другой город переехала Это мой талисман, объяснила Алена Почему сразу украли? спросила Алиса Разве у нас в отряде есть воры? Все возмущенно загудели Да кому нужен твой кулон? Сама-нибудь потеряла? Может, он с тебя еще днем слетел? Нет, замотала головой Алена Я его вчера вечером положила в тумбочку Как всегда, я точно помню Ты думаешь, это мы украли? Обиженно воскликнула Маша Я? Катя? Или Юля? А может быть, Ирма? Нет, конечно не вы Это наверняка Рита из шестого отряда Вчера на дискотеке она увидела у меня кулон и он ей понравился Она сначала попросила подарить его, а потом предложила обменяться А ты? Я отказалась Вот она ночью его и выкрала Я сегодня ходила к ней и просила вернуть Она говорит, что не брала Ну это точно она, больше некому Так, стоп, вмешалась Вероника Алена Посмотри, сколько народу ты уже обидела подозрениями Свой отряд, своих подруг, ты еще незнакомую девочку Прежде чем кого-то обвинять, надо как следует разобраться Давайте отложим это на утро, уже поздно А завтра все выясним на свежую голову Точно выясним, засмеялся Артем Мы же сыщики А если мы найдем вора, спросил Санек, что тогда делать? Рассказать нам об этом потихоньку, на ушко, ответила Алиса Но все же я думаю, что никакого вора нет и произошло недоразумение А теперь всем спать Мы расставили стулья по местам и стали расходиться Девчонки из третьей палаты обсуждали происшествие и говорили наперебой Это не наши, кто-то мог прийти из другого отряда ночью Ага, та девочка, например, пробралась в палату и залезла в тумбочку Запросто, все спят, дверь открыта, заходи и бери Каждому хотелось, чтобы вор оказался не из нашего отряда Как-то неприятно подозревать людей, с которыми живешь рядом и ешь за одним столом Ночью я проснулся от шепота и возни По палате, крадучись, передвигались две фигуры Они попали в полоску света от уличного фонаря И я узнал Артема и Макара Ребята, вы чего? Спросил я тихонько Ничего, спи, ответил Артем Но я уже проснулся и сел в кровати Теперь я заметил, что они оба одеты Вы куда? За светлячками, прошептал Макар Пойдешь? Он с самого начала смены расписывал какое-то фантастическое зрелище Нам очень хотелось увидеть ночных светлячков, но у нас никак не получалось То вожатые помешают, то так устанем, что не хочется вставать посреди ночи Пойду! Я слез с постели и натянул шорты с футболкой Макар взял пустой контейнер из тумбочки и мы втроем вышли из корпуса Чуете, как пахнет? Восхитился Макар Мы с Артемом глубоко вдохнули И правда, пахло здорово Ночной прохладой и свежей душистой хвоей Ночью вообще все было другое Загадочное и завораживающее И воздух, и черное небо с яркими звездами И высокие тени деревьев А на поляне, возле беседки, светились яркие точки Светлячки! Вон они, вон! Громко зашептал Макар, и они побежали к беседке Класс! Выдохнул Артем и опустился на колени А я и сказать ничего не мог Настолько было красиво Будто изумрудные звездочки горели в темной густой траве Смотрите, пацаны! Поймал! Артем поднес к лицу кулак Сквозь его пальцы просачивался желто-зеленоватый свет Покажи! Артем разжал кулак На его ладони сидел небольшой жучок Со светящейся капелькой в брюшке Круто, да? Как будто в него светодиод вставили Восхищенно заметил Макар Сажай сюда! Светящийся огонек переместился в контейнер И мы накрыли его крышкой А зачем ты их ловишь? Хочу в палату принести У нас будет живой светильник-ночник Они же погибнут! Разве они могут светиться в неволе? Да я ненадолго Только посмотреть, сколько от них света получится Потом выпущу Успокоил Макар Мы лазили по траве Ловили светлячков И пополняли наш живой ночник Мерцающий контейнер в темноте И в самом деле был похож на фонарик Вдруг Артем присел на корточке И дернул меня за руку Пригнитесь, прошепел он Идет кто-то Мы попадали в траву, как подкошенные Чего там? Вожатые? Не, кажись не вожатые Из девчонок кто-то Вниз спускается Артем вытянул шею, приглядываясь Мы тоже приподнялись И увидели фигуру в белой девчачьей пижамке А это случайно не Алена? Прошептал Макар Фигурка остановилась под фонарем Постояла немного, словно раздумывая И медленно пошла вдоль корпуса Ага, вроде бы Алена Посмотрите, как она идет Показал Артем Как робот Алена и в самом деле двигалась странно Маленькими шагами Руки висели вдоль тела Она прошла мимо беседки И не обратила на нас никакого внимания Хотя мы уже поднялись в полный рост Что это с ней? Она нас не заметила? Алена походкой зомби добрела до угла И исчезла из вида Они понеслись к корпусу Завернули за угол И застыли на месте Увидев перед собой белый силуэт Алена находилась от них в двух шагах Но не дернулась, не вскрикнула, не вскочила Когда они чуть не налетели на нее Даже головы не повернула Будто нас и вовсе не было Она стояла на коленках И шарила руками где-то под деревянной стеной Эй, Алена, ты что делаешь? Бесполезно Она не видела и не слышала нас Словно заколдованная Босая с распущенными волосами И застывшим лицом Она была похожа на привидение Мне стало немного не по себе И захотелось потрясти ее Чтобы разрушить чары Но Макар ухватил меня за протянутую руку Не трогай, велел он Я слышал, их нельзя будить Кого их? Лунатиков Она что, лунатик? А ты сам не видишь? Она же спит Через некоторое время Алена поднялась с колен и пошла назад Чуть не задев плечом Макара Он едва успел отскочить Посмотрю, куда пойдет В полголоса проговорил Артем И двинулся следом за ней Интересно, что она там делала? Подкоп? Макар сел на корточки и сунул руку под стену Пару секунд помолчал, потом рывком поднялся Смотри! Фонаря в этой части не было Но я смог разглядеть в его руках длинную цепочку И болтающийся на ней небольшой предмет Сердечко! Тот самый кулон, который украли Все, в палату вошла, сообщил вернувшийся Артем Что это у вас? Он схватил сердечко и присвистнул О, вот и пропажа нашлась Давайте обратно положим, предложил Макар А завтра вожаток приведем Ага, и нас в краже обвинят У нас никаких доказательств, что это Алена по ночам бродит Скажут, что мы сами подложили Как это никаких? Возразил Артем У нее на пижаме грязные следы Подошвы в земле Она ведь так и легла, ноги не мыла Пусть завтра объяснит, почему у нее в постели грязь и мусор Если она всю ночь спокойно спала Мы вернулись на поляну, где оставили контейнер Но светлячки нам стали неинтересны Все наши мысли занимали только лунатики Мы не могли говорить ни о чем другом Как люди могут ходить, если они спят? Помнят ли они, что делали? Зачем им открыты глаза, если они все равно ничего не видят? Наконец мы выпустили светлячков обратно в траву и пошли в палату Утром мы рассказали Алисе о ночном приключении На ушко, как она и просила Потом отвели ее на место преступления И она сама достала кулон из-под стены Конечно, мы не забыли упомянуть и про грязные доказательства Вожатые все проверили Потом заперлись с преступницей в своей комнате И долго оттуда не выходили Через некоторое время Алена вылетела из вожатской с кулоном на шее И огромными восторженными глазами Вы понимаете, что об этом надо молчать? Спросила Алиса, отведя нас троих в сторону Вы же не хотите, чтобы Алену дразнили лунатиком Тем более с ней это в первый раз До лагеря она никогда не ходила по ночам Я звонила ее маме Так бывает Это может проявиться в стрессовой ситуации Наверное, Алена очень беспокоилась за свой кулон, который понравился девочке из шестого отряда И она встала во сне и спрятала его А утром уже ничего не помнила Вчера пошла проверять на месте ли он Вот вы ее и увидели Кстати, вы наказаны за ночные похождения Будете убирать территорию вокруг корпуса вне очереди три дня подряд Вы все поняли? И никому ни слова Но мы не успели проговориться Алена нас опередила Она тут же все разболтала подружкам К вечеру все четыре палаты были в курсе ее необыкновенных способностей Зря вожатые боялись, что Алену будут дразнить Наоборот, она стала самой знаменитой девочкой в отряде И все смотрели на нее с восхищением Никто кроме нее не мог проделывать такие удивительные штуки Вероника несколько раз оставалась ночевать в третьей палате И караулила Алену Но та больше не ходила во сне до конца смены Дни сменяли один другой И к середине смены стало казаться, что я в рассвете уже очень долго Так долго, что почти не помню другую, да лагерную жизнь Она представлялась мне далекой и нереальной К вожатам мы привыкли, но подружиться смогли только с Алисой Любые проблемы она могла уладить спокойно, по-доброму и с улыбкой Конечно, она иногда бывала и строгой, умела хмуриться и сердиться Однажды даже наказала весь отряд за ужасное поведение на утренней линейке И не пустила вечером на дискотеку Но все равно мы любили ее А вот с Вероникой у нас не заладилось с самого начала Ее никогда не видели веселой Только строгой и засредоточенной И невыносимо правильной Макар убеждал, что Вероника не человек А экспериментальный образец вожатого робота Сконструированный специально для летних лагерей И вот Алиса взяла выходной и уехала И мы остались с Вероникой Неприятности начались с самого утра Вероника объявила нам, что подменный вожатый заболел Поэтому наш запланированный поход на речку отменяется Мы ужасно расстроились Париться на игровой площадке вместо того, чтобы плескаться в речке Нас и так туда водили не слишком часто Потому что речка находилась далеко от лагеря Мы всегда с нетерпением ждали этого похода А теперь что? Нет, ребята, не уговаривайте Покачала головой Вероника Когда весь отряд окружил ее с просьбами Правило есть правило За территорию лагеря Отряду можно выходить только в сопровождении двух Или даже трех вожатых А я сегодня одна Вас двадцать два человека Тут и десяти глаз мало будет А у меня всего два Я за вами не услежу Напрасно мы обещали и слушаться Не отходить от нее ни в лесу, ни на речке Ничего не помогало Покидать лагерь Вероника отказалась наотрез Палаты и территорию мы убирали кое-как На просьбы Вероники реагировали с десятого раза На игровую площадку плелись нехотя, как из-под палки И недовольно бухтели А когда снова вернулись к своему корпусу Оказалось, что не хватает двоих Где Егоров и Шацкий? Спросила Вероника, пересчитав всех На площадке остались Ну-ка, Макаров, сбегай, посмотри Макар убежал и вернулся через несколько минут Нет их там, тяжело дышать, доложил он И в чемоданном хранилище тоже нет Я долго стучал и звал их При чем здесь хранилище? Вероника удивленно подняла брови Ну, я подумал, может их тоже там заперли, как меня тогда Объяснил Макар Но там тихо, никто не отзывается И куда они делись? Нахмурилась вожатая А? Первая палата Мы не знаем Замотали головами мальчишки из первой палаты Мы и не заметили, как они пропали Вероника велела нам сидеть возле корпуса и убежала Вернулась она не скоро Взволнованная, запыхавшаяся Волосы у нее растрепались А оранжевый галстук сбился на бок Но она этого не замечала Ребята, давайте все вместе поищем Разбегаемся в разные стороны и через 15 минут снова собираемся здесь Наши общие поиски тоже ничего не дали На обед мы отправились без наших пропавших На Веронике не было лица Такой растерянной мы ее еще не видели Вероника постоянно смотрела на два пустых места за первым столом И теребила в руках бумажную салфетку Мне даже жалко ее стало Боялась на речку идти, чтобы никого не потерять А сама в лагере потеряла Сказал Артем, когда все возвращались с обеда Вот попадет ей теперь Но они же сами пропали Разве она виновата? Она главная, объяснил Макар Всегда виноват главный Так ей и надо Нечего было вредничать Усмехнулся Данил из первой палаты, который шел недалеко Ты что-то знаешь? Схватил его за руку Санек Может и знаю Данил вырвал руку А тебе то что? Они специально сбежали На зло Веронике, догадался Артем А зачем она так с нами поступила? Вот пусть теперь помучается Вы с ума сошли Зачем? Ее уволить могут Ну и хорошо, без нее лучше будет Но так нельзя Это несправедливо А речку от меня справедливо? Спросил Данил и побежал вперед Надо предупредить Веронику, что они что-то знают Решил Макар Он шагнул назад к столовой, где задержалась вожатая Я двинулся за ним Остальные медлили и переглядывались Мы что, будем на своих стучать? Спросил Артем Я не хочу ябедничать, заявил Кирилл Я недоносчик Это вовсе не донос, неуверенно проговорил Макар Почему недонос? Ты же собираешься их выдать? Возразил Санек Не выдать, а рассказать правду Но это такая правда, которую нельзя рассказывать Правду всегда можно рассказывать Про своих друзей нельзя Мы медленно побрели к корпусу И никак не могли решить, кто прав и как нам следует поступить Рассказать вожатой или не рассказывать? Предательство это или нет? Можно ли выдавать друзей, если они поступают неправильно? Я даже пожалел, что папа сейчас далеко Он бы мне обязательно помог разобраться Перед тихим часом Вероника снова куда-то убежала Конечно, мы не стали ложиться спать, а продолжали спорить Мы так кричали в своей комнате, что нас услышала третья палата На пороге появились Ирма, Маша и Катя Вы что, знаете где Егоров и Шацкий? Спросили они Ничего мы не знаем, буркнул Кирилл Мы все слышали, настаивала Ирма Вероника с ума сходит, а они беглецов прячут, подхватила Маша У вас совесть есть, возмутилась Катя Никого мы не прячем, отмахнулся Санек Это первая палата придумала такую акцию протеста Мы рассказали им все, что знали Ирма созвала девчонок И мы всей гурьбой завалились в первую палату А торопевшие мальчишки уставились на нас Сейчас же вставайте и идите за Шацким и Егоровым Грозно гаркнула Ирма Чтобы они через пять минут были здесь Бегу и падаю, командирша нашлась, проговорил Данил, переводя взгляд с одного на другого Он пытался усмехаться и держаться уверенно, но у него не очень получалось Их было всего четверо против нас, шестнадцати И стояли мы плотно, плечом к плечу, и были все заодно Наверное, это произвело впечатление Я командир, твердо сказал Санек Тебе повторить? Бегом за ними Не получится, процедил сквозь зубы Данил Еще как получится, угрожающе произнес Артем и сделал шаг вперед Мы не можем их привезти, поспешно объяснил Игорь Морозов Их нет в лагере Как нет в лагере? Изумилась Ирма Они ушли за территорию? Одни? Их же выгонят, воскликнула Маша Еще в первый день всех предупреждали Кто самовольно покинет лагерь, того исключат без разговоров Они просто хотели напугать вожатую, отомстить ей, вот и сбежали Сказал один из братьев Киселевых Обещали к обеду вернуться Но обед уже прошел, где они? Откуда я знаю? Может им опасность грозит? А вы тут сидите и рассуждаете Ничего им не грозит, криво усмехнулся Данил В салюте они Там сегодня фестиваль брейк-данса Туда танцоры из второго отряда пошли Но вот наши к ним и пристроились Второй отряд был на обеде, заметил Артем Значит они уже вернулись А этих двоих до сих пор нет Вижу, что нет, буркнул Данил Но я правда больше ничего не знаю Значит так, снова вперед выступила Ирма Сейчас придет Вероника и вы ей все расскажете Сами, ясно вам? Ага, разбежались, погрызнулся Данил Ребята, это седьмой отряд? Вдруг громко перекрывая наши голоса прокричали снаружи Весь наш отряд высыпал на веранду Возле крыльца стояла незнакомая женщина С синим галстуком на шее и бейджиком на блузке Старший воспитатель Анна Ефимовна Детский оздоровительный лагерь «Салют» Возле нее топтались наши беглецы Угрюмые и нахохленные Ваши? Спросила Анна Ефимовна Кивая на Егорова и Шацкого Наши, наши! Воскликнула запыхавшаяся Вероника Подбегая к корпусу со стороны шестого отряда Где вы их нашли? Да вот по нашей территории болтались Сказала Анна Ефимовна Их поймали, а они признались Что из рассвета В гости, видите ли, приходили Да, в гости пробурчал Егоров А потом наши охранники выпускать нас не хотели Вот мы и болтались Что уже и фестиваль посмотреть нельзя Поддержал его Шацкий Ну может брейк-данс любим Я так понимаю, что тут налицо Грубейшее нарушение порядка Строго проговорила Анна Ефимовна Самовольно покинули лагерь Без разрешения зашли на чужую территорию Пойдемте-ка к вашему директору Будем принимать меры Какие меры? Их что, выгонят? Испуганно выкрикнула Маша Очень может быть, ответила старшая Воспитательница из салюта Не надо! Вдруг произнесла Вероника Они не самовольны Это я им разрешила пойти в салют на фестиваль А потом закрутилась Забыла Я сама все объясню директору лагеря Вы уверены? Женщина внимательно посмотрела на Веронику Да, уверена Кивнула та Отпустите их Надеюсь, вы знаете, что делаете Пожала плечами Анна Ефимовна Она повернулась и зашагала прочь от корпуса А Вероника Вдруг сделалась очень усталой Как будто из нее выкачали все силы Ребята, уже отбой начался Идите, пожалуйста, в свои палаты Едва слышно сказала она И ушла в вожатскую А мы застыли на веранде Не спуская глаз с Егорова и Шацкого Потом Ирма соскочила с крыльца Если из-за вас Веронику уволят Я расскажу всю правду Понизив голос, проговорила она Прямо им в лицо И не побоюсь никого Ясно? А теперь идите к ней И просите прощения Быстро В ее голосе прозвучало нечто такое Что они ее послушались Медленно обошли Ирму Поднялись по ступеням И постучали в вожатскую А я подумал, что командиром отряда Должна была стать все-таки Ирма Вон она какая, боевая и бесстрашная Не знаю, о чем говорили Егоров и Шацкий с Вероникой Это все осталось в вожатской Веронику не уволили Но до нас дошли слухи Что ей сделали строгий выговор И обещали сообщить в институт После этого случая мы посмотрели На свою вожатую другими глазами Она оказалась вовсе не злой Даже великодушной Спасла двух балбесов Которые ей же и напакостили А человек, который взял на себя чужую вино Не может быть плохим Сама Вероника тоже изменилась и оттаяла А к концу смены даже начала улыбаться Нам постоянно хотелось сладкого Но в лагере его почти не было В столовой нам давали только бананы, йогурты и булочки с повидлом А мы мечтали о шоколадках, пирожных, конфетах, леденцах Конечно, родители привозили с собой гостинца Но они заканчивались мгновенно Их делили на всех и съедали в первый же час А тут вдруг у Макара вылетела пломба из зуба Родители забрали его, чтобы отправить к стоматологу Дома он дорвался до мороженого и так объелся, что вернулся с кашлем и больным горлом Его поместили в изолятор, а нам запретили приближаться к медпункту, чтобы не заразиться Но разве мы могли бросить нашего товарища наедине с болезнью? Мы стали навещать Макара тайком Не через главный вход медпункта, а через окно изолятора, которое выходило на задний двор «Пацаны, я не могу здесь больше! Я в отряд хочу!» – пожаловался Макар в окошко «Ты тут совсем один? И даже ночью?» – спросил Кирилл «В медпункте врач есть, а медсестра ночью была, а в комнате – да, один Хоть бы еще кто-нибудь заболел, поговорить не с кем!» – вздохнул Макар «Я подумал, что для такого балабола это и в самом деле катастрофа Разве он сможет целыми днями молчать? Да он от этого только сильнее заболеет» «Зато тебе не надо на зарядку ходить и территорию убирать!» – успокоил его Санек «И спать можно долго, хоть весь день» «Ага, конечно! Я сегодня в пять часов проснулся из-за собаки» «Из-за какой собаки?» «Обыкновенный! Лает и лает без остановки! И хрипит, прям как я» Макар и в самом деле хрипло закашлялся «Вчера вечером гавкал и сегодня с самого утра, вон там где-то» Он высунулся из окна и махнул рукой вправо Мы отошли на несколько шагов и в стороне под большой елью Увидели запрятанный в хусты деревянный сарайчик «А, вон она где сидит, твоя собака!» – воскликнул Санек «Ты ее видишь?» Макар так далеко высунулся, что чуть не вывалился наружу «Нет, я вижу только ее будку» «Ничего себе, будка! Там целая корова поместится! И даже две!» «Но если корова поместится, то собаку уж тем более», – заметил Артем И вдруг все действительно услышали лай, он шел именно от сарайчика И вместе с ним раздался женский крик, но уже с другой стороны, из комнаты Макара «Это что еще за фокусы?» – кричала суровая медсестра в белом чепчике «Я хочу видеть больного целиком и лежащего в постели, а не его ноги, торчащие из окна Ну-ка, попрыгун, брысь на место!» Мы не стали дожидаться, пока она втащит Макара обратно в комнату и примется за нас И со всех ног рванули прочь Мы бежали, не разбирая дороги, петляли между деревьями А вслед нам несся хриплый лай После отбоя мы сидели в постелях и шептались У нас из головы не шла собака из деревянного сарая «Интересно, зачем ее там держат?» – спросил Артем «Медпункт охранять», – предположил Санек «Там же лекарства всякие» «Как она будет охранять, если ее заперли?» «Ну, может, ее выпускают по ночам?» – сказал Кирилл «Ага, она бегает по всему лагерю», – воскликнул Санек «Нет, пацаны, я думаю, что ее совсем не выпускают, ее там прячут» «От кого?» «Да от всех! В лагере ведь нельзя держать собак» «Та медсестра, небось, заперла, вы же видели, какая она злюка» «И мы будем на это спокойно смотреть?» – возмутился Артем Мы покачали головами Никто не хотел смотреть спокойно на такое безобразие Конечно, мы должны освободить несчастное животное из заточения С самого утра у нашего отряда был плотный график И мы никак не могли выбрать время, чтобы сбегать к медпункту Наконец, перед обедом Кириллу и Артему удалось ускользнуть со спортивной площадки Где проходил турнир по настольному теннису Две наши девчонки соревновались с шестым отрядом А остальные болели за них Мы с Саньком прыгали и орали громче всех Создавали как можно больше шума, чтобы вожатые не заметили, что кого-то не хватает Артем и Кирилл вернулись довольно скоро «Ну что там? Как Макар? Как собака?» – забросали их вопросами «Все так же» «Макар кашляет, собака лает» Отрапортовал Кирилл «Весь вечер лаяла и с утра опять начала», – сказал Артем «Макару снова поспать не дала» «Мы даже к сараю пробрались, дверь осмотрели Там замок висит, вот такой огромный» Кирилл развел руки в стороны, показывая размеры замка «Ага, и ржавый к тому же», – добавил Артем «Его, кажется, уже долго не открывали Он весь грязью забит, ключ в него не вставит Так что собаку точно никто оттуда не выпускает» «Как? А как же ее кормят?» «Да похоже, ее не кормят совсем Она уже от голода так ослабела, что даже не гавкала, когда мы возле сарая лазили», – сообщил Кирилл «Точно», – кивнул Артем «А когда мы уходили, снова залаял, но еле-еле из последних сил, так жалобно, тяп-тяп» Интерес к турниру совсем пропал Нас сейчас больше беспокоила судьба несчастного животного Мы отошли в сторону, чтобы шумная толпа болельщиков не мешала нам совещаться Надо ее покормить, – решил Артем Пока ее совсем не уморили На ужин будут сосиски с макаронами, – мне дежурные сказали В самом начале ужина Санек вдруг вскочил со словами «А чего это мы одни? Пусть все скидываются» Он метнулся к соседнему столу, где сидели мальчишки из первой палаты Потом перебежал к третьему и четвертому столу Его слушали внимательно, некоторые кивали, некоторые пожимали плечами «Фух, всех уговорил», – сообщил Санек, вернувшись к ребятам «Теперь сдаем по половинке. У кого пакет?» «У меня. Вот, возьми» Я вытащил из кармана пакет, приготовленный специально для собачьего гостинца Санек вилкой отломил от своей сосиски половину и бросил в пакет Мы тоже разделили свои сосиски пополам Причем у всех половинки были одинаковые И только у Кирилла одна получилась больше другой Может, конечно, и это произошло случайно, но в пакет почему-то попала та, что меньше Санек передал пакет первому столу, потом по цепочке третьему и четвертому Когда пакет наполнили и вернули, Санек пересчитал половинки «У нас в отряде три жмота», – сообщил он «Почему?» – поинтересовался Артем «Нас двадцать два человека минус Макар Значит, должна быть двадцать одна половинка, а здесь только восемнадцать» «Восемнадцать – это девять целых сосисок», – заметил Кирилл «Собака не треснет» «Да, хороший ужин у собачки получится», – сказал Санек, взвешивая в руке пакет «Доедайте скорее» и побежали Наскоро проглотив макароны и запив их соком, мы выскочили из столовой и помчались к медпункту Торопливо поздоровались с Макаром и пробрались через кусты к собачьему сарайчику «Она давно уже не лаяла», – крикнул Макар из окна «Я ее с самого обеда не слышал» «Эй, псина, ты чего молчишь?» – спросил Артем и стукнул ногой по двери «Пацана, она там жива вообще? Может, она уже того?» «Мы свистели, звали собаку и надеялись, что она хоть как-то отзовется» «Даже подсунули под дверь два кусочка сосиски» «Мы прикладывали ухо к стенам, пытались заглянуть в щель» «Все напрасно – ни дыхания, ни шуршания, вообще ни одного звука» «В сарае было тихо, как в сломанном холодильнике» «Вы опять здесь?» «Мы резко обернулись» «Теперь сердитая медсестра кричала не из комнаты Макара, а стояла на улице, за нашими спинами» «Что же это такое? Словно магнитом сюда тянет, а ну, брысь в отряд» «Мы отбежали на безопасное расстояние и остановились» «Нет», – выкрикнул Санек «Мы не уйдем, пока вы не откроете сарай» «Сарай? Зачем вам этот заброшенный сарай?» «Он не заброшенный, мы знаем, кто там», – воскликнул Артем «Очень интересно, и кто же там?» «Собака, вот кто! Вы ее заперли и морите голодом» «Мы слышали, как она лает», – сказал Кирилл «Выпустите ее» «Ребятки, я никого, никуда не запирала, кроме вашего болтливого дружка» «В лагере вообще нет животных, а сарай этот уже сто лет не открывали» «Мы вам не верим», – упрямо сказал Санек «И в этот момент, словно в подтверждение этих слов, снова раздался хриплый лай» «Вот!» – торжествующе закричали мы «Вот она, лает в сарае» «Ой, ну вы даете, юмористы!» «Вон она, собака ваша голодом заморенная» «Только не в сарае, а чуть повыше» «Мы подняли голову» «Среди еловых ветвей виднелась черная волонья голова с раскрытым клювом» «Из этого клюва вырывались хриплые звуки» «Гав, гав, гав!» «Мы ошарашенно переглянулись» «Это ворона, что ли, лаяла, все время не поверил Кирилл» «А разве вороны умеют лаять?» «И лаять, и мяукать, и даже мычать» «Вороны очень хорошо могут повторять разные звуки» «Ну ничего себе! А мы ее сосисками накормить хотели» «Вороны хищники! Их можно сосисками кормить!» «Обойдется! Вороны каркать должны, а не лаять» «Только голову всем заморочила» «Рассердился Санек и взмахнул руками» «Кыш!» Ворона зыркнула на нас круглым глазом «Гавкнула напоследок и улетела» «А мы пошли в отряд» «Через три дня Макара выписали» «И наша палата снова была в полном составе» «С самого начала смены мы соперничали с шестым отрядом» «Эта лесная братва очень часто обыгрывала нас в разных конкурсах и соревнованиях» «И дело даже не в том, что половина отряда была чуть старше или сильнее нас» «Просто они очень любили жульничать» «И делали это так хитро, что ни вожатые, ни жюри обмана не замечали» «Проигрывать и так довольно обидно» «А не честно проигрывать обидно вдвойне» «И когда в очередной раз шестой отряд смухлевал на спортивной площадке» «Наше терпение лопнуло» «Да сколько можно», — возмутился Артем «Эти лесные совсем обнаглели» «Надо что-то с ними делать», — согласился Санек «Проучить как-нибудь» «А давайте их намажем», — предложил Макар «В каком смысле намажем?» «В прямом, как в королевскую ночь» «А что это такое?» — заинтересовались все «Это последняя ночь перед отъездом», — объяснил Артем «В королевскую ночь никто не спит, все ходят по лагерю и мажут друг друга» «Чем?» — «Зубной пастой», — сказал Макар «А вожатые не ловят никого?» «Ну, это ж традиция! Вожатые тоже развлекаются и даже могут сами намазать свой отряд А утром, говорят, ничего не знаем, никого не видели» «Ну, до королевской ночи еще далеко», — заметил Кирилл «Слишком долго ждать эту вашу традицию» «А мы не будем ждать, пожалуй, плечами, Макар» «Найдем и намажем» «Без всякой традиции» «Самое главное — не попасться и не разбудить никого» «После отбоя мы впятером уселись в свои постели и взяли в руки тюбики зубной пастой» «Когда я уже почти додремал сидя, Санек скомандовал» «Пацаны, пора» «Мы оделись и тихонько вышли на веранду, держа на готове нагретые тюбики» «Корпус шестого отряда находился не слишком далеко от нашего, наискосок через умывальники» «Мы остановились в нескольких шагах и отправили на разведку Макара» «Иди в первую палату», — проинструктировал его Артем «Все самые наглые там, и Марченко, и Кузьмин с этим коротышкой, как его» «Великанов» «Во-во, его в первую очередь мазать надо» «Свет уличного фонаря падал на веранду, и нам было все видно» «Вот Макар поднялся по ступеням, постоял немного, прислушиваясь, и скользнул в темноту дверного проема» «Мы подкрались ближе к веранде и замерли» «Ждали, когда Макар выглянет и позовет нас» «Какое-то время ничего не происходило» «Потом вдруг внутри что-то стукнуло, загромыхало, раздались крики и топот» «В палате вспыхнул свет» «Мы, не сговариваясь, рванули прочь от чужого корпуса и остановились только возле своей беседки» «Что там случилось?» — задыхаясь, спросил Кирилл «Кажись, Макар попался», — отдуваясь, проговорил Артем «Слышали грохот?» «Тогда надо идти за ним» «Вручать?» — сказал Кирилл, но как-то неуверенно «Ага, что мы им не наваляем?» — согласился Артем «Палата на палату» «Нас пятеро, их пятеро» «Нет, нас всего четверо, а их там, кажется, шестеро живет» — поправил Санек «Но идти все равно надо» «Конечно! Не бросать же его! Давайте неожиданно ворвемся! Все разом!» «Но врываться нам никуда не пришлось» «Откуда-то сбоку раздался негромкий свист» «Мы повернулись» «Вот он!» — воскликнул Кирилл «Мы бросились к нашему корпусу, из-за угла которого украткой выглядывал Макар» «Ты в порядке? Что там было? Не успел намазать?» «Успел одного» «Кого?» «Не знаю! В темноте не понял, а потом запнулся обо что-то» «Отряпку, что ли? Или чья-то сумка на полу валялась» «Ну, короче, грохнулся я» «И все проснулись?» «Ну, тот, на кого я свалился, точно проснулся» «Орать начал и других разбудил» «А как тебе удалось сбежать?» «Да я в окно выпрыгнул, еще до того, как свет включили, так что меня никто не видел» «Но если только сзади, — пояснил Макар, — тебя и сзади можно узнать» «По твоей рыжей голове, — хмыкнул Артем» «Да и я еще...» — замялся вдруг Макар «Что?» «Пасту выронил у них в палате» «Пасту? Как?» «Как-как? Упала, она отлетела куда-то» «Когда мне было ее разыскивать?» «Нас теперь по твоему тюбику вычислят» «Не вычислят» «На нем же фамилии не написано» «Да и кто будет искать хозяина зубной пасты, — успокоил нас Макар» «Но он ошибся» «Утром, когда мы чистили зубы, к нашим умывальникам подошли трое лесных братьев» «Эй, сыщики! Это вы ночью в нашей палате были?» «Поинтересовался тот самый наглый коротышка Великанов» «Санек повесил полотенце на плечо и скрестил руки на груди» «Очень надо! Мы вообще-то ночью спим» «Мы вчетвером перестали умываться и встали рядом с Саньком» «А может, по гостям ходите?» — напирал Великанов «Вот с такими подарками» «Что, скажете, это не ваше?» И он выставил вперед смятый тюбик без крышечки «Конечно, нет! Первый раз вижу!» — заявил Санек «Ну-ка, покажите все свою пасту!» — потребовал Великанов «Посмотрим, у кого не хватает» «Еще чего! Чешите отсюда лучше, пока мы остальных не позвали!» Пригрозил Артем кивая на мальчишек из первой палаты Которые прислушивались к нашему разговору «Ладно!» — сказал маленький с угрозой «Не хотите по-хорошему? Не надо! Вы еще пожалеете!» И они ушли вместе с пастой Макара «Короче, пацаны, теперь нам надо ждать ночных гостей!» — сказал Санек «Если не хотим проснуться в зубной пасте» И мы стали ждать Целых две ночи почти не спали Дежурили, менялись и караулили дверь и окна Когда на третью ночь заснули все, и даже караульные Мы решили действовать по-другому Окна, несмотря на духоту в палате, стали закрывать на щеколку А возле порога раскидывали сухие еловые шишки и ставили пустое ведро со шваброй Чтобы при любом шуме или шорохе сразу вскочить Следующие две ночи тоже прошли спокойно Ночных гостей не было Если не считать Алисы, которая после отбоя забежала сделать объявление Вожатая едва не растянулась, наступив на разбросанные мины А ведро, в которое она врезалась, с лязгом пролетело через всю палату Алиса заработала синяк на ноге, а мы — строгий выговор Зато мы убедились, что наши капканы для непрошенных гостей работают Жаль, что нам велели все убрать и больше не устраивать такое безобразие Оно нам очень помогло бы через неделю В ту ночь, когда нас все же намазали Ну, лесные, ну погодите, ругался Кирилл Стирая белые ошметки пасты со щеки Вы у меня попляшете Чей паста такая ужасная, липкая и вонючая Почему-то у меня вымазаны даже руки, не только лицо Будто специально подбирали Да это Макарова паста, пуркнул Артем Они же его тюбик с собой забрали Нормально, Макаровой пастой намазали всех, кроме него самого Возмутился Санек Макар, почему ты один чистый? Может, ты с ними в сговоре или ты сам всех намазал? Нет, пацаны, вы что? Оправдался Макар Я бы не стал своих Я просто сплю так, в простыню с головой кутаюсь Наверное, они не нашли свободного места, куда пасту выдавливать Вот сегодня и пойдем к ним С ног до головы перемажем, негодовал Кирилл Нет, сегодня нельзя, они будут ждать Как раз сегодня не будут, возразил Макар Они же только через неделю к нам пришли И подумают, что мы тоже будем время тянуть Точно? А мы их перехитрим Нагрянем сегодня, воскликнул Артем И снова после отбоя мы забрались в постели с тюбиками в руках А через час попытались выйти из корпуса И тут же нарвались на Веронику Почему-то она не поверила, что мы все разом захотели в туалет И загнала нас обратно в палату Мы снова уселись на кровати и стали ждать А когда прошло достаточно времени для ночной вылазки Оказалось, что не уснули только мы с Артемом Остальные уже вовсю сопели носами Будить? Не надо, отмахнулся Артем Сами справимся Меньше народу, меньше шума Мы сунули свои тюбики в карманы И осторожно вышли на веранду Убедились, что никого нет И побежали к шестому корпусу Но там нас ждал неприятный сюрприз Дверь в палату наших противников была заперта Не поддается Удивился Артем, дергая дверную ручку Они что, закрылись изнутри? Как закрылись? На что? Замков в палатах нет Значит, на швабру закрылись Или на палку какую-нибудь Им разрешили? Закрываться же нельзя Как будто они спрашивали Вожатые спать легли Они взяли да закрылись А окна? Мы обижали корпус Есть! Раскрыты! Ну, держитесь, лесные Но оказалось, что мы рано обрадовались Неприятели забаррикатировались на славу Подтащили кровати к подоконникам И их спинками перекрыли вход через окно Пробраться, конечно, было можно Но только наступив на саму постель Или на спящего листного брата Ловко! С досадой прошептал Артем Подготовились А если прямо с подоконника намазать? Что ты мазать собрался? Ноги? Смотри, они все ногами к окнам легли Да, до головы не дотянуться Нам было обидно, что наши противники Нас и тут облапошили Неужели мы так и не сможем их проучить? Неужели так и останемся в дураках? Мы вернулись на веранду И еще раз попытались открыть палату Бесполезно Потом проверили остальные двери Кроме вожатской, конечно Третья и четвертая палаты были открыты Но мы не собирались воевать с девчонками А вторая мальчишеская заперлась так же, как и первая Уходим? Подожди-ка, а давай Что? А вот что И он на цыпочках двинулся к тумбе для обуви Все корпуса были одинаковые И с обеих сторон веранды располагались полки для уличной обуви Слева для мальчиков, справа для девочек В палате все ходили в тапочках или сланцах А иногда и босиком Конечно, никто не запрещал ходить в сланцах по территории Но на зарядку и спортивные мероприятия Все должны были надевать кеды или кроссовки Ты хочешь намазать обувь? Нет Мы просто сделаем так, что они опоздают на зарядку А как мы это сделаем? Очень просто Злорадно усмехнулся Артем И пододвинул к себе первые попавшиеся кроссовки И тут до меня дошло, что он задумал Я восторженно хлопнул его по плечу и сел рядом Мы связывали шнурки от разных паркет и кроссовок Стараясь затянуть узлы как можно крепче Нам попадалась обувь и без шнурков, на липучках Но мы и тут не терялись Просто привязывали чужой шнурок к ремешку Или продевали сквозь любое отверстие Скоро все кеды и кроссовки Были соединены друг с другом паровозиком Артем сбегал за мелом, оставшимся от конкурса рисунков И написал на асфальте перед шестым корпусом Огромными печатными буквами Играйте честно Мы засунули всю обувь обратно на полки И помчались в свой отряд Утром мы впятером поднялись раньше обычного И спрятались за беседкой шестого отряда Чтобы не пропустить незабываемое зрелище И долго еще потом смеялись, вспоминая живописную свалку у них на веранде Одиннадцать лесных братьев кричали, толкались, падали Тянули в разные стороны кеды и кроссовки Пытаясь отделить свою обувь от чужой На стадион они явились через десять минут после начала зарядки Босиком И получили штраф за опоздание и внешний вид Жульничать после этого лесные братья, конечно, не перестали Но мы очень внимательно за ними следили И при малейшем нарушении всем отрядам начинали громко свистеть Чтобы привлечь внимание судей А по ночам забирали уличную обувь в палату А дверь запирали на швабру Так, на всякий случай Мало ли что Возле штаба на стенде висело огромное и красочное расписание нашей смены Нас очень интересовала строка почти в самом конце Где было написано «День бизнеса» Мы всю смену думали и гадали, что это такое Вожатые ничего толком не объясняли Только загадочно говорили Увидите, все в свое время Наши знатоки лагерной жизни Макар и Артем тоже пожимали плечами Они еще с такой штукой не сталкивались И вот, наконец, утром 21 числа вожатые объявили Сегодня в нашем лагере проводится экономическая игра Для всех отрядов сразу Мы с вами превратимся в деловых людей Будем работать целый день и получать деньги за свой труд А вечером заработанные средства можно будет потратить на праздничной ярмарке И купить что-нибудь вкусное А зачем работать, выкрикнул Данил из первой палаты У меня есть деньги, мне мама с собой дала Вожатые засмеялись и объяснили В лагере другие деньги, свои И называются они лямзиками Вот их вы и будете зарабатывать разными способами в течение всего дня У каждого из вас будет начальный капитал по пять лямзиков Сказала Вероника и раздала нам всем по кусочку цветного картона На котором была нарисована цифра 5 На обратной стороне стояли печать лагеря рассвет и размашистая подпись директора Ваша задача найти работу и заработать как можно больше лямзиков Продолжила Алиса Вечером мы подведем итоги и посмотрим Кто стал самым успешным бизнесменом У кого самый большой капитал А где искать работу? Спросила Ирма Можно самим придумать себе занятие Только на него надо будет получить разрешение Это разрешение называется лицензия А можно обратиться на биржу труда И там вам предложат работу Все подробности обсудим после завтрака Мы вам покажем, где расположены организации, которые вам пригодятся И расскажем, как нужно организовывать свой труд А теперь бегом умываться А за это тоже будут платить? Спросил Артем За что? За то, что ты умоешься? Засмеялась Алиса Может тебе еще заплатить за то, что ты на завтрак сходишь? Мы тоже засмеялись и стали предлагать разные варианты За что нам надо доплачивать А Санек пробурчал, что за молочную кашу по утрам Надо брать лямзиков 20, не меньше После завтрака мы снова собрались возле корпуса И получили подробные инструкции Игра началась Сначала мы разбежались по лагерю в поисках работы Но найти для себя занятие оказалось не так-то просто Я попытался устроиться в фирму «Блеск» К нашим четырем девчонкам, которые мыли окна в корпусах Буду носить вам воду 10 лямзиков в ведро 10 ведер, 1 лямзик Сделали они мне встречное предложение Вообще мы не договорились Я заявила, что это грабеж И за такие деньги пусть таскают воду сами Сунулся был во вторую фирму, в третью Но нигде не требовалась посторонняя рабочая сила В конце концов я стала работать в экологической компании Сборщиком фантиков и другого крупного мусора Но за это очень мало платили Да и фантиков на земле почти невозможно было найти Весь лагерь уже прочесали вдоль и поперек Ну что, пацаны, как дела? Спросил Санек, когда мы собрались в беседке передохнуть 11 лямзиков, сообщил Макар 15, показал я У меня 23, похвастал Санек У меня вообще 7 Уныло вздохнул Кирилл У меня 10, сказал Артем Маловато, не разгуляешься на ярмарке А как можно заработать, если вообще работы нет? Возмутился Кирилл На бирже ерунду какую-то предлагают Сбегай туда, помоги там А платят мало То 2 лямзика, то 3 Так и не заработаешь совсем А если нам объединиться? Девчонки вон вместе окна моют И все деньги у них общие Ну да, если все наши лямзики сложить Сразу много будет 11 плюс 15 Плюс 23 Плюс 10 Ага, и плюс 2 и 7 Хмыкнул Санек Ты меньше всех заработал А хочешь, чтобы все деньги общие были? Нет, пацаны Это и правда хорошая идея Задумчиво произнес Артем Если мы сложим все деньги У нас будет Он посчитал в уме 66 лямзиков А это уже нормальная сумма Давайте организуем фирму За фирму надо платить Напомнил Макар Целых 10 лямзиков Чтобы получить разрешение Ну и что? У нас останется 56 лямзиков Это тоже много И половина из них мои Нет, я не согласен Покачал головой Санек Я и дальше буду сам зарабатывать И свои деньги вам не отдам Мы стали убеждать Санька Объединиться с нами Алиса услышала наши крики И подошла к беседке Когда мы ей объяснили в чем дело Она сказала Что Санек не обязан Вступать в нашу фирму Это его право Зарабатывать самостоятельно Он вообще может Открыть фирму один И стать индивидуальным предпринимателем Санек, как услышал Сложное название Сразу загордился И сказал Что именно так и сделает Что он, мол Всегда хотел стать Этим самым Индивидуальным предпринимателем И умчался куда-то А мы вчетвером Сложили наши лямзики В одну кучу И стали думать С чем бы заняться Потом Макар сбегал На разведку к девчонкам И вернувшись Доложил У третьей палаты Фирма Блеск Они уборкой занимаются Но это мы без тебя знаем А остальные Четвертая палата Открыла салон красоты Прически делают Африканские косички Плетут и все такое И к ним кто-то идет Удивились все Еще как У них очередь Воскликнул Макар Между прочим Там и вожатые сидят Им что косички заплетают? Алисе косички А Веронике Такую прическу накрутили Что ее и не узнать А Катька с помощницами Мастерят украшения Из резиночек Закончил Макар Короче Каждый делает Что умеет А может развлечения Какие-нибудь организовать? Аттракционы? Почесал голову Артем Ты что Карусель собираешься строить? Спросил Кирилл Зачем карусель? Комнату смеха Осенило Артема Например Здесь В беседке В комнате смеха Кривые зеркала должны быть Где ты их возьмешь? А мы без зеркал Сами смешить будем Как? Пятки щекотать? Или клоунами переодеваться? Фыркнул Макар Тогда комнату страха Не унимался Артем Пугать проще, чем смешить Пугать вечером надо А сейчас светло Давайте лучше организуем такси Предложил Макар Я знаю, где взять тачку Будем возить пассажиров по лагерю По пять лямзиков за поездку А еще лучше по десять И назовем нашу фирму Молния Ура! Мне понравилась идея с такси Но Артем настаивал на комнате страха И Кирилл его поддерживал Мы разделились подвое И побежали получать разрешение На организацию своих фирм У нас с Макаром На двоих было всего 26 лямзиков И десять из них Мы оставили в бюро По выдаче лицензий Еще пять Мы уплатили за вхозу За прокат Трехколесной садовой тележки Тележка была не слишком чистая Поэтому пришлось привести ее в порядок Мы раздобыли столовую клюенку У вожатых за три лямзика И застелили ободранное дно тележки Потом Макар выторговал у того же завхоза Кусок толстого поролона за четыре лямзика И мы уложили его в тележку вместо сидения Последние деньги мы отдали Маше За оформление нашей машины На одной стороне тележки Она вывела большими красными буквами Молния А на другой Нарисовала черно-желтые шашечки И написала Такси Закончив все приготовления Мы выехали на работу Закончив все приготовления Мы громыхали нашей тележкой по всему лагерю Зазывая пассажиров А чтобы показать Какое у нас быстрое и удобное такси Катали друг друга Первая на поездку согласилась Алиса С кучей африканских косичек на голове И вся увешанная браслетиками из резиночек Она с опаской уселась на поролон И всю дорогу охала И повизгивала крепко вцепившись в края тачки Мы довезли ее до штаба Она заплатила пять лямтиков И решительно заявила Что обратно с нами не поедет Потом в такси забрался тренер футболистов И доехал до спортивной площадки Он не охал и не боялся Даже наоборот Радостно покрикивал на нас Как на упряжку лошадей И просил перейти на голоб Он был такой тяжелый Что мы вдвоем с трудом справлялись И в конце поездки Едва не опрокинули его в кусты Правда он хорошо заплатил Целых десять лямзиков Но мы все равно договорились Больше не возить взрослых Наше такси вызвало большой интерес в лагере И желающих прокатиться было довольно много За час мы так выбились из сил Что позвали в свою фирму Артема с Кириллом Которые болтались без дела Их бизнес с комнатой страха прогорел Никто не пожелал пугаться при свете дня А нам как раз не хватало сменщиков Нужны были свежие силы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ближе к обеду пришло известие Что Данил из первой палаты Арестован за денежные махинации И теперь сидит в тюрьме Весь наш отряд сбежался к корпусу На экстренное собрание Что он сделал? Почему его арестовали? Спрашивали мы Он нарушил закон Подделал лагерные лямзики И расплатился ими в магазине Пояснила Вероника Его нашла полиция и арестовала Теперь он будет сидеть в тюрьме До конца игры То есть до отбоя А можно его как-нибудь освободить? Спросили мальчишки из первой палаты Ну, например, побег ему устроить Освободить его можно Только законным способом Покачала головой Вероника Если захотите устроить побег Тоже нарушите правила И сядете с ним за компанию А какой законный способ? Спросили мы хором За него можно поручиться И внести денежный залог Тогда его выпустят Это что, его надо выкупить, что ли? Уточнил Санек За наши деньги? А сколько нужно внести? Спросила Ирма Вероника полистала свою толстую папку С файлами и сказала Выкуп из тюрьмы одного арестанта Пятьсот лямзиков Сколько? Ах, нули мы Пятьсот? Вот радость-то ухмыльнулся Санек Обойдется Пусть сидит И все заговорили разом Одни были согласны с Саньком И говорили, что Данил сам виноват И мы вовсе не обязаны оплачивать чужие преступления Он заслужил наказание Вот пусть и переотбывает его А другие возражали, что мы не можем бросить товарища в беде Да, он совершил ошибку Но ему все равно нужно помочь А я не знал, как правильно Я был согласен и с теми, и с другими Конечно, очень жалко отдавать собственные трудовые деньги За всяких бездельников Но ведь он свой, хоть и балбес Из нашей стаи А стая своих не бросает Вероника уже отошла А мы все продолжали спорить Наконец Ирма достала пустую коробку И сказала Собираем на выкуп арестанта Кто сколько даст Кто не хочет, может не участвовать И она пристально посмотрела на Санька Даже не собираюсь С вызовом произнес тот Я не для того гору картошки перечистил Чтобы весь заработок на ветер выкинуть И вообще, вы зря это делаете Если вы его выкупите, он так ничего и не поймет И Санек удалился с гордым видом обратно в столовую Где подрабатывал на кухне у поваров А мы стали кидать в коробку лямзики Кто пять, кто десять, кто двадцать Ирма с Машей положили целых пятьдесят Мы с ребятами переглянулись и дали тридцать Потом пересчитали До пятисот не хватало девяносто лямзиков И снова начали собирать Пришлось нашей фирме раскошелиться еще раз Данила отпустили из тюрьмы И на обед он пошел вместе с отрядом А после тихого часа даже работать устроился В радиорубку помощником диктора Девчонки ему пригрозили забрать залог И вернуть его в тюрьму до отбоя Если он продолжит бездельничать К концу дня наша такси-молния Заработала приличную сумму Двести сорок лямзиков Мы решили эти деньги и не делить А купить на ярмарке что-нибудь на всех четверых Но большая коробка шоколадных конфет Которую мы приглядели Стоила намного больше Я знаю эти конфеты С завистью сказал Макар Они классные Там внутри целая решка Начинка такая коричневая Вкуснотища Целая тысяча лямзиков Вздохнула Маша Тоже прицениваясь к этой коробке Да ее никто не сможет купить Такая дороговизна Ну почему не сможет? Хитро прищурилась Ирма И в ее руках снова оказалась Уже знакомая денежная коробочка Ирма первая положила туда стопку лямзиков Ура! Точно! Обрадовались мы И весь отряд свалил деньги в общую кучу Последним со своим заработком Расстался Санек И ты? Удивился Артем Ты же у нас за... Как там ее? За индивидуальность Я за справедливость Заявил Санек Я деньги не хотел на ерунду тратить А на хорошее дело Почему бы не сложиться? Нам удалось купить и эти конфеты И еще несколько мелких пакетиков С печеньем, пряниками и мармеладом На вечерней свече Мы пили чай со сладостями И бурно обсуждали Наш первый трудовой опыт Я решил, что стану бизнесменом Шепнул Макар Таксопарк открою Я ведь теперь знаю, как это делается Пойдешь ко мне работать? Как-то неожиданно быстро И почти незаметно Наша смена подошла к концу Последние дни были особенно насыщенными Немного суматошными Но по-прежнему веселыми Мы отважно преодолели полосу препятствий В туристической эстафете Выбрали самую красивую Мисс-лагеря из третьего отряда Надорвали животы от смеха На конкурсе комических походок И отбили ладоши На вожатском прощальном концерте К закрытию смены В нашем отряде осталось всего 18 человек Кто заболел Кто уехал с родителями в отпуск А кто просто соскучился по дому С каждым днем становилось все грустнее Смотреть на стенд с расписанием Казалось, еще совсем недавно Мы поднимались на носочки Чтобы прочитать верхние строки А теперь вот они, даты Прямо перед глазами 22 июня 23 июня 24 июня И самая нижняя строка Короткая и печальная 25 июня Отъезд Утром 23 числа Лагерное радио Объявило о начале дня Самоуправление Самые старшие ребята Из отряда «Банда» Поменялись местами с вожатыми То есть третий отряд Стал во главе лагеря А все вожатые превратились в детей Так, нежданно, негаданно За два дня до конца смены Мы получили трех новых вожатых К нам прикрепили Двух бойких девчонок-восьмиклассниц И тихого, незаметного паренька в очках Олега Обеих девчонок звали одинаково Полинами Одна была с косой Другая с распущенными волосами У всех троих вожатых На шеях красовались оранжевые галстуки Мы думали, что раз вожатые не настоящие А такие же дети, как и мы С ними будет легко договориться И мы проведем этот день весело и свободно Как нам хочется Но нет, тут-то было Обе Полина казались какие-то нервные Беспокойные Чуть ли не за шиворот нас держали Не разрешали удаляться от корпуса И постоянно нас пересчитывали Даже в туалет нельзя было отойти Просто так, без доклада Если бы им выдали поводки Они с удовольствием бы нас на них посадили И выгуливали бы, как собачек Когда нас стали строить на завтрак парами Мальчик-девочка Мы уже начали возмущаться и протестовать Мало того, что нас хотят вести с троем Как в первые дни Так еще и за руки велят держаться Словно малышам в детском саду Но мы давным-давно входим в столовую Просто гурьбой А иногда вообще собираемся сразу У столовских дверей И пересчитываться перед этим не обязательно Пустое место за столом Сразу покажет, кого нет Что-то мне надоел этот день самоуправления В полголоса проговорил Артем Во время долгого топтания у корпуса Которое наши вожатые называли отрядным построением Ага, согласились мы Они что, весь день собираются над нами издеваться? Давайте уже пойдем Взмолились девчонки Здесь жарко На самом этом солнцепепеке стоим Солнцепеке поправил их Олег Он скромно стоял в сторонке И не участвовал в нашей дрессировке Завтрак давно начался Пробурчал Кирилл Сейчас все остынет Как мы можем идти, когда вас всего шестнадцать? Взволнованно воскликнула Полина без косы Кто отсутствует? Она прямо так и сказала, как учительница Кто отсутствует, а не кого нет Да какая разница, кто отсутствует? Вскричали Шацкий и Егоров Но подумаешь, опоздают эти двое в столовую Им же хуже Ага, опоздают, хмыкнул Макар Они небось уже там омлет трескают И какавом запивают Не какавом, а какао Снова подал голос Олег Он, наверное, был отличником в своем восьмом классе Мы не можем без них идти Не положено Отрезала Полина с косой И стала проверять ребят по списку Которые передали им Вероника с Алисой Морозов, Локис, Рытникова, Сомова, Василькин, Нечаев Мы откликались при упоминании наших фамилий Не переставая недовольно бухтеть и переговариваться между собой Ясно Отсутствует Саша Радич и Игорь Морозов Выяснили, наконец, вожатые И где гуляет эта сладкая парочка? Тут к корпусу подбежал запыхавшийся Санек Вы что тут встали? Закричал он нам, не обращая внимания на вожатых Там уже все из столовой сейчас будут расходиться Ты где был? Набросились на него мы Меня в штаб вызывали А тут я сразу в столовую пошел Думал, вы давно там, а вы тут топчетесь Удивился Санек и гаркнул За мной, бегом За три недели Санек привык, что он главный после Алисы и Вероники И все его слушаются А ну-ка, стоп! Никто никуда не бежит без моего разрешения Велела Полина с косой и обратилась к Саньку А где твоя подружка? Почему не пришла? Какая подружка? Оторопил тот Мы разом притихли Нам тоже стало интересно узнать про подружку Санька С которой вы вместе пренебрегаете интересами отряда и гуляете неизвестно где Сурово поучительски проговорила Полина с косой Беги за ней прямо сейчас и веди ее сюда Кого ее? Чуть не взвыл Санек Сашу радить! Чтоб через минуту она была здесь! Закричала Полина с косой, потеряв терпение Секунду стояла тишина, а потом грянул взрыв смеха Мы громко хохотали, сгибаясь пополам Все кроме Санька, которому почему-то было совсем не смешно И Олег, и обе Полина с недоумением смотрели на нас И не могли понять, что нас так развеселило Наконец Макар подтолкнул Санька к ним и все еще смеясь выговорил Вот же она, собственной персоной, уже пришла Что пришла, не поняли вожатые? Да подружка, та, которую вы ждете Саша Радич Ты? Саша Радич? Растерянно пробормотала Полина с косой И оглянулась на Полину без косы Мы думали, что ты Игорь Морозов А Саша Радич, это девочка Сюрприз, мрачно буркнул Санек Это мальчик А где тогда Морозов? Где-где, давно в столовой Мы пришли на завтрак, когда другие отряды уже расходились Нас встретила Алиса, обеспокоенная нашим опозданием Мы кинулись к ней с криками и просьбами Убрать от нас этих трех тюремных надзирателей Которые твердо решили нас уморить После завтрака Алиса с Вероникой Собрали нас в беседке И объяснили, что должность вожатого Нелегкая и ответственная Очень непросто управлять Таким количеством детей Которых тебе доверили Ведь надо за всеми приглядеть Уследить и не допустить, чтобы что-то случилось Обе, Полина и Олег, очень боялись не справиться со своими обязанностями Сказали вожатые И немного перегнули палку Они решили, что жесткая дисциплина и категорические запреты Самый лучший вариант Алиса просила дать новым вожатым еще один шанс И обещала, что на этот раз Они постараются нам доверять Но и мы должны помогать И не подводить их Вторая попытка оказалась более удачной К вечеру мы даже подружились И уже не сердились на вожатых За суровое начало А на следующее утро 24 числа У нас было очень странное чувство Мы смотрели друг на друга И понимали, что это все В последний раз мы вместе бежим на зарядку В последний раз на обед нам дают аппетитный дымящийся рассольник В последний раз мы с мальчишками шепчемся на тихом часе И замираем, когда в палату заглядывает вожатая Девчонки целый день писали друг другу пожелания И какие-то стишки в блокнотике Мы с мальчишками такой ерундой не занимались Но обменялись друг с другом телефонами и адресами Потом Ирма с заговорщицким видом Раздала всем по тетрадному листу И попросила написать несколько слов для вожатых Кто что хочет, что в голову придет В моей голове роилось много мыслей Но я не знал, как выразить их на бумаге Наконец я написал Отличная смена! Вы самые классные вожатые! И поскорее свернул листок Чтобы никто не мог это прочитать Мы сложили свои пожелания В большой бумажный конверт И заклеили его Маша красным фломастером вывела Алисе и Веронике От седьмого отряда на память Мы все расписались на лицевой стороне конверта А девчонки еще нарисовали Всякие сердечки, цветочки и смайлики Получилось очень пестро и нарядно Алиса даже чуть не заплакала Когда мы вручили им с Вероникой наш сюрприз Вожатые торжественно пообещали Вскрыть конверт только после отъезда В городе Потом мы фотографировались В наших отрядных майках с ладошками Писали послания о следующей смене Ели сладости на ужин И повязывали друг к другу на запястье Памятные оранжевые ленточки И вот наступил прощальный вечер Все восемь отрядов разместились На поле вокруг огромного костра Мы сидели в тесном кругу И пели песни, которые разучивали В течение смены Особенно нам нравилась песня про алые паруса Почему-то сейчас, в темноте Перед гигантскими языками костра Под высоким звездным небом Эти слова, которые мы по многу раз повторяли На музыкальном часе Казались самыми правильными и важными От них даже мурашки бежали по спине А где-то глубоко внутри было очень горячо Я сидел между своими товарищами Смотрел, как на их лицах Пляшут оранжевые отцветы огня И пел вместе со всеми С друзьями на той море переплыть И съесть всю свою соль, что нам досталось А без друзей на свете было бы очень трудно жить И серой славы даже алых парус А без друзей на свете было бы очень трудно жить И серой славы даже алых парус От костра в темное небо летели искры и гасли в вышине Мне было и грустно, и радостно одновременно Еще совсем чуть-чуть И этот день закончится Наступит завтра Мы перестанем быть седьмым отрядом Под названием сыщики Нас больше не разбудит задорная музыка По лагерному радио Мы больше не услышим на линейке Командный крик Санька Отряд стройся И не увидим развивающийся на ветру белый флаг С оранжевым солнцем Мы уже не будем одной стаей Крепкой и дружной Но ведь завтра вместе с новым днем Наступят и новые радости Я вернусь домой, где не был почти месяц Обниму маму и папу По которым ужасно соскучился И снова увижу Костика Который совсем скоро тоже вернется Мы встретимся И я расскажу ему о своих друзьях из лагеря О самых классных вожатых И о наших отрядных приключениях Расскажу ему, как мы отыскали Макара Запертого в чемоданном хранилище Как пытались накормить хриплую собаку Как собирали светлячков на поляне Да, мама была права Лагерь совершенно другой мир Не похожий ни на что И теперь я точно знаю Он мне нравится Этот мир мой И еще кое-что знаю Следующим летом Я снова поеду в лагерь И обязательно в рассвет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»